Глава третья. Боренька. Первые месяцы. В предыдущей главе зарисовал я обстание, в которое вылезал. Постараюсь вкратце зарисовать, откуда я вылезал. Я вылезал из детской квартиры и находил в ней среду. Между нашей квартирой, Арбатом, Москвою, тогдашней Россией и детской комнаткой был мне рубеж. Потому что квартира уже круг квартир, подчиненных единому правилу. Можно сказать, что мое восприятие квартиры с младенческих лет двойное какое-то. Квартира сначала разломана мне. Собственно, знаю я детскую комнату, в ней все знакомо, не страшно, она-то есть дом. То же, что за стеной уже не есть дом. Потому что гостиная с окнами в мир, на Арбат, то же самое, что этот мир или Арбат, из которого к нам появляются с правилами то один, то другая. И с этими полуизвестными личностями тесно связаны папа и мама, а мне эти личности часто вполне неизвестны, весьма подозрительны. В детской ное свое. И в моем представлении детская внутренний мир, а гостиная внешний, почти что Арбат. Между ними отчетлив рубеж, коридор. Из передней, ведущий как раз мимо детской. В коридор выходили двери парадных комнат, гостиная, отделенная коридором, была против детской. Перелезая в гостиную, я вступал в быт квартиры. Кабаниусов, Лесковская, Стороженки и прочие, подпирающие со всех сторон стены нашей квартиры, они бы и рухнули. Устои и быт оказались не устоями просто. Но что скажет сосед Янжул, как дятел, долбящий книгую в стену нам по вечерам? Воколачивал пыль. И Янжул профессор, представленный строгую средою, напоминающий стуком книги, что он сторожит, бу-бу-бы-бы-бы-бы-бы, дозирал, чтобы у нас было, как у всех, и чтобы папа не разъехался с мамой. Григорий Васильевич Бугаев и Владимир Иванович Танеев, тем не менее, ломают устои, едкую критикую. Я ребенком просовываюсь в этот быт и, напуганно им, от него удираю, лезу обратно в нору свою, в детскую. Сознание мое какое-то странное от неосознанной еще собственной независимости. Оно мне казалось разбойным в те годы. Душа, как преступник, таилась, выглядывая и до срока увидя то, что ей видеть не полагалось. От мысли об увиденном я спасаюсь в тот мир, где все протекает не по правилам индуктивного мышления Джона Стюарта Милля. И это мир сказок. В автобиографическом письме к Иванову Разумнику от 1-3 марта 1927 года Белый определил первое семилетие своей жизни, 1881-1887 годы, как сказочный период, разделив его, в свою очередь, на два этапа. 1881-1884 от мифа к сказкам, 84-87 угасание сказочности, наблюдение над внешним миром, религиозность. О сказке я знаю всегда. Сказка есть сказка, или не то, что кругом, а некоторое, как бы, подобное игре в жмурке. Вникание в сказку мне отличает сказку от данности. Никогда не стояла проблема, что действительно есть некий бука, как бы, перевешивала, хотя бы в том, что я свободно в сказку играл, то есть видоизменял материал ее, фабулы, как мне угодно. Живет на свете М.И. Лисковская, и в нее не поиграешь, потому что она есть. В буку играешь, как хочешь. И это потому, что нет буки, как нет землянички на лице крестного, а есть бородавки. Я же спросил при всех о том, почему у него земляничка выросла. Сказку я отличал от действительности. К сказке и к игре прибегая, как прибегают люди, вынужденные вести сидячий образ жизни, гимнастики. К сказке у меня был непроизвольный подход, как только к символу. Символ не пища, а как лекарство, вводимое в кровь. Питаются хлебом и не питаются микстурой, однако принимают микстуру. Хлеб нашей жизни был плох. Стало быть, коли я инстинктивно стал в усиленной дозе прибегать к микстурам под форму сказок, этому надо было радоваться. Вовсе не понимают душу младенца, когда утверждают, что младенец верит в сказки. Если верит, то не так, как верит в бытие за стеной живущего Янжула. Янжула нет, а позвонись к Янжулу, выйдет Янжул. Бука сидит в углу, а пойди в угол, будет тебе жутковато и только, а Буки-то не будет. В детстве я любил подойти к теневой черте из освещенной комнаты, повернуться и с ощущением жутковатого холодка прибежать из тени на руки гувернантки. Я любил игру, Бука теперь не тронет. Для этого надо было пережить жутковатый холодок отропи. Сказки были мне материалом упражнений в переживаниях, и я развил себе в детстве крепкие мускулы, владения собою. В этом роль сказок и музыки для меня. Если бы не было сказок, чем бы я защитился от жизни, в которой защемили меня? Так между сознанием и обстанием появился буфер. Обстание мучило, но не расплющило. Переживания, мною описанные в повести «Котик Летаев», кажутся многими весьма надуманными и оттого непонятными. Ни в одной книге. Я с такой простотой не подавал копии действительно бывших переживаний. Не Андрей Белый написал, а Борис Николаевич Бугаев натуралистически зарисовал то, что твердо помнил всю жизнь. В чем дело? Что непонятно? Либо язык Белого, либо натура его весьма натуралистического письма. Да. Слово, краска художника — слово. Если понадобились новые слова и по новому их сочетанию, так это не каприз Белого, а эмпирическая необходимость в красках. До Белого иначе описывали детство. Согласен. Но это лишь от того, что брали началом записи воспоминаний более поздний период. Может быть, Борис Николаевич Бугаев на несколько месяцев ранее других начал вспоминать. А ведь месяц в первых годах жизни — года. Вспомнить на несколько месяцев раньше сильно увеличит масштаб. Толстой и другие брали более поздние этапы жизни младенца и брали ее в других условиях. Оттого они и выработали иной язык воспоминаний. Выросла традиция языка. Белый не имел традиций записывания более ранних переживаний, осознанных в исключительных условиях, о которых ниже. Стал быть, иной язык Белого от иной натуры. Стал быть, не надо корить за языковую вычурность, а поставить вопрос о том, нужно ли изучать иную натуру натурализма Белого. По-моему, надо. Всякий подлинный натуралист изучает редкие виды растений, как и обычные. В редком растении можно наткнуться ведь на подгляд в иной период земной эпохи. Теперь о своеобразии натуры котика Летаева. Автор зарисовывает интересные случаи проблесков сознания, складывающихся в сорокоградусном жару в момент кори. Далее отчетливый момент сознания между кори и скарлатиной. Далее скарлатинный жар, и после него первый взгляд на детскую комнатку, уже в условиях нормальной температуры, выздоровления. Но взяв, в принципе, точку зрения младенца, не ведающего, что он болен, и что переживаемый им есть жар, Автор пытается средствами сознания взрослого передать особенность жирового состояния младенца так, как память ему доносит о них. Но все же он лапидарно оговаривает то обстоятельство, что был болен корью и скарлатиной. Случай этот — мой случай, и время на рубеже третьего года. Это осень 1883 года. 27 октября нового стиля мне минуло три. Заболел же я в начале октября, когда мне было всего два года. Очень редкая память и очень исключительные условия, в которых она рождалась. Этот случай должен возбудить чисто научный и художественный интерес, ибо он не есть выдумка декадента, а документ сознания. Я не знаю, в чем корень странного восприятия твердых устоев, как жидких. В преждевременном сознании или в условиях температуры, болезни. Но факт — я не воспринимаю ничего твердого. Я переживаю себя, как брошенного в пучину. Выплываю в мгновение, схвачу залетящий на волнах обломок разбитого корабля и вновь утопаю. Обломок — лицо няни. Запоминаемое слово, кусок стены детской, и опять бред. Не столько фантастики образов, их как раз и нет вовсе, сколько фантастика переживаний, будто все расширяется. Думаю, что ощущение этого расширения и есть скарлатинный жар. Но и установлен факт. Если бы новорожденный осознавал свое восприятие, то он видел бы мир на плоскости, ибо третье измерение — рельеф — есть результат упражнения мускулов глаза. Ребенок может тянуться ручкой к звезде, так же, как и к соске. У него нет осознания дистанции. Я одной стороной сознания помню свои переживания действительности в период, когда еще не было мне установки дистанции. Переживания растущего тельца, блеск звезды, голос матери подавались мне безо всякого рельефа. Помню свои безрельефные переживания, а не переживания погруженности во что-то текучее. Стена... нет стены, утекла, вместо нее звезда, невдомек, что перевернули. Наоборот, все перевернулось вокруг меня, снесенные с места какими-то пучинными волнами. Пучинные волны, вероятно, учащенный пульс, ведь я был в жару с скарлатином. Это все я и пытаюсь зарисовать в первой главе Котика Летаева, и не я виноват, что иные из подлинных переживаний выглядят непонятными для тех, кто не в состоянии пережить их. Многое подсочинял я в жизни, не срисовывая прямо с натуры. Например, негодяя Мандро в романе «Москва», а мне говорят, что понятен Мандро. А вот зарисовал подлинно бывшее, и говорят, сочинено, непонятно. Во многом непонятно мы, дети рубежа, мы не конец века, не начало нового, а схватка столетий в душе. Мы ножницы меж столетиями, нас надо брать в проблеме ножниц, сознавшие ни в критериях старого, ни в критериях нового нас не объяснишь. Но это о другом. Возвращаюсь к норе, откуда вылезло сознание ребенка. Нора — болезнь, высокая температура. Сознание прорезалось, а сорок градусов жара подало вместо предметов жар. А сознание на миг лишь пролезло в промежуток между болезнями, уцепилось за эмпирическую картину квартиры и опять откинулось в жар скарлатины. В жару забарахталось. Это узкая щель яви во мраке. Образ воспоминания. Как я выполз в спальню родителей, подполз к рукомойнику, уцепился за ручку его и шлепнулся на пол. Меня унесли, подхватив подмышки. Меня уложили в кроватку, далее вновь сумбур. Вдруг отчетливо ощущаю я руку, приложенную к колбу, и слышу голос матери откуда-то издали. Он горит, как в огне. Так началась скарлатина, отделившая меня от реального образа детской завесою диких бредов, которые, однако, запомнились мне и отчасти лишь зарисованы мною в котике. В них лейтмотив бредов ясен. Я от кого-то спасаюсь. За мной несется старуха, потом кто-то гонится, принимая образ лечившего меня доктора Родионова. Я его узнаю. Это доказывает, что я его уже видел, а не помню его. И мне кажется, что первое явление его — бред. Из этого факта и заключаю. Нечто, подобное восприятию памяти, было в более ранний период, в период заболевания корью. Интересно ведь. Сознание о том, что я, я пришло мне в жару, и я боялся, как бы что я погаснет. Может быть, это явление физиологического страха смерти. Может быть, это сама борьба со смертью в обессиленном организме моем. Немного позднее, уже выздоравливающий, переживаю ясно память о бреде, как ощущение, что чудом спасся о дикой погоне, пробегая лабиринтами снов, рисовавших какую-то иную действительность с иными причинными связями. Вот почему стихотворение Гёте «Лесной царь», которое мне было рано прочитано, произвело на меня такое потрясающее впечатление. И где возникло это мое самое «я» в чувствах дико ужасного расширения органов? Или будто я не родился, а меня выхватили из какого-то космического пожара, отбили погоню, удержали в детской, как в клетке, под няней. За стенами непонятны. Там продолжается бред. Там какие-то звери-люди. Оттуда бухает голосами «Бу-бу», «Ра-ра-ра», «Шта-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Скин». Я не знаю, кто это. Говорят, что знакомые папа и мамы. Оттуда влетают ко мне под няню то папа, то мама, и опять меня бросив, бросаются в грохочущий голосами сумбур. Ра-ра-ра, бу-бу-бу. Я им не верю, но верю няне. Жизнь под опеку и няни, следующие за болезнями месяца. Конец октября, ноябрь, часть декабря 1883 года. Этот краткий период сознания мне растянут в года. В нем формируется сама линия времени и нить непрерывных воспоминаний. Октябрь играет большую роль в моей жизни. Первое. Я в нем родился. 1880 год. Второе. Осознал себя. 1883. Третье. Начал учиться грамоте. Четвертое. Встретился с первым действительным другом-братом Сергеем Михайловичем Соловьевым. Пятое. Позднее уже самые значительные переживания жизни падают на октябрь 1913 года. Вторую половину сентября, первую половину октября 1913 года Белый провел в Норвегии. Христиане, Льян, Берген, где слушал курс лекций Штейнера, Пятое Евангелие, и принял окончательное решение связать свою судьбу с антропософией. Об испытанном тогда состоянии мистического озарения Белый вспоминает. С этого момента до весны я переживаю неимоверный взлет. События ежедневные приобретают для меня какой-то преобразовательный смысл. Наступает день моего рождения, 27 октября. Мне исполняется 33 года. Я чувствую, возраст мой ответственный. В эти дни очень много мне открывается во внутреннем пути. Все поглотит дыра темного коридора, из глубины которого может в детскую выскочить Минотавр, Янжул, и я пожран. Скарлатинный бред — моя генеалогия. И все то, что нарастает на нем в описываемых шестидесяти днях, еще пристранно окрашено. Еще я не верю в мирность и безопасность поданной яви, которой изнанка так что пережитый бред. Я удивляюсь силе воспоминаний о пережитых бредах в эти шестьдесят дней. Она сложила морщину, которую жизнь не изгладила. Выгравился особый штришок восприятия, которого я не встречал у очень многих детей, начинающих воспоминания с нормальной яви, а не с болезни. В их сознании не двоится действительность. В момент образования первых образов быта они уже раздвоены памятью, повернутую на бред. Особенность моей психики — в усилиях разобраться между этой мирной картиной детской и тем мороком, еще недавно пережитого. Все, доносящееся из-за стен, хаос голосов, споры, перемежаемые каким-то ревом, заставляют меня опасаться и вздрагивать. Если я кану туда, я кану в бред, из которого я вырван в детскую. Словом, раздвоение между дионисической стихией и Аполлоновой я уже пережил в эти шестьдесят дней, как распад самой квартиры на детскую и неизвестные, может быть, ужасные пространства квартиры, адекватные мне, неизвестному миру. Черта между известным и неизвестным, отрезывающие детскую от гостиной небольшой коридорик. Различия между Арбатом и гостиной еще и не было. Представление об этих двух стихиях восходит у белого к философско-культурологическому труду Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 1872 год, в котором отстаивается идея о существовании двух типов культуры. Дионисийской, непосредственно жизненной, неуправляемой, отражающей хаотическое начало и трагизм бытия, и Аполлоновской, логически упорядоченной, созерцательной, рациональной, дисциплинирующей хаос строем и мерой. Мои усилия соединить застенную жизнь с детской, в усилиях связать явь детской с воспоминаниями о бреде, в этих усилиях уже соединить, я уже символист. Объяснение мне миф, построенный на метафоре. Слышу слова «упал в обморок», и тотчас он. Провалилась плитка пола детской, и я упал в незнакомые комнаты под полом, которые называются «обморок». Так я стал символистом. Сравни фрагменты с предисловием Белого к неосуществленному изданию Котика Летаева, 1928 год. Думать, что трехлетний думает по логике Аристотеля, просто глупость. Фактически почти каждый отец проводит эту глупость в жизнь, и говоря «он упал в обморок», не объясняют ребенку метафоры «упал». Ребенок же думает «обморок» нечто вроде погреба, куда падают». И миф готов. Русская литература, 1988 год, номер 1, страница 219. Сравни аналогичные рассуждения Белого. Я ощущаю в себе становление темы символизма так, как она пела в моей душе с раннего детства, и я осознаю эту тему в усилиях ее идейно выигранить уже позднее, при встречах с людьми. На вопрос о том, как я стал символистом и когда стал, по совести отвечаю «никак не стал, никогда не становился, но всегда был символистом». До встречи со словами «символ» — символист. В играх четырехлетнего ребенка позднейший осознанный символизм восприятия был внутреннейшей данностью детского сознания. Почему я стал символистом, станете символизм? Что одно из них, в особенности момента, складывающего мне «я» — лихорадочное состояние и потом нормальное. Другие дети ведут память от нормального состояния. У них иная эмпирика памяти. Мне память врезывает во все последующие годины два рода личных переживаний, не пересекающихся никак. Объекты бреда, объекты событий детской. Память о бреде рисует как бы жизнь в комнате, у которой одна из стен проломлена, черт знает куда. Но тени от лампы закрыли ужасы там свершающиеся. Освети это незанавешенное место. Я и няня мы взревем от ужаса. Я напуган болезнью. И меня посещает она еще в страшных снах. Так. Впоследствии я поступаю совсем удивительно. Я научаюсь вспоминать во сне, что это сон и что из него можно проснуться. Я во сне кулаками протираю глаза. Я выныриваю из сонной опасности в мир яви. Это умение проснуться, я его позднее потерял, указывает на самообладание и трезвость, совмещающиеся с исключительной впечатлительностью и пылкостью фантазии. Как бы то ни было, память о конце первого двухлетия, длинная память, и исключительно ее объекты, фантастика бреда, резко отделяют меня от ряда детей с более короткой памятью. И с иными объектами начала воспоминаний. От характера начала воспоминаний зависит вся последующая жизнь, ибо все восприятия этого начала даже не врезываются, а врубаются в мозг как бы топорищами. И критский двойной топор мне врубил в мозг образ доктора Родионова, гоняющегося за мной точно бык Минотавр. Когда через семь лет я прочитываю миф о Тезее и Минотавре, я переживаю его в одном из образов воспоминания о кошмаре моем. Обычно дети себя вспоминают уже четырехлетними, трехлетний период им дан лишь в смутных отдельных образах, я же и встретил свои три года и провел свое трехлетие в твердом уме, в трезвой памяти и без перерыва в сознании. И я же помню свое четырех-пятилетие. Должен сказать, что с четырех лет исчезает бесследно на всю жизнь ряд интереснейших неповторимых переживаний. И кто пробуждается к сознанию позднее, тот ничего не знает уже о целом пласте переживаний. Тот пласт, который подается сознанию ребенка, вступающего в третий год жизни, в отличие от воспоминаний четырехлетнего, так характеризуем. Представьте ваше сознание погруженным в ваше подсознание. Представьте его несколько ослабленным от этого, но не угасшим вовсе. Невероятная текучесть характеризует его. И объекты подсознательных, растительных процессов, жизнь органов, о которой потом мы уж ничего не знаем, проницая психику, физиологии, самую эту физиологию мифизирует весьма фантастически. Я копошусь как бы в другом мире. Переживаю предметную действительность комнаты не как ребенок, живущий в комнате, а как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в комнате. Представьте себе эту рыбку, сознающую себя ребенком, и вы поймете, что действительность ему подана, как сквозь толщу воды. Четырех лет ребенок уже вылез из аквариума, и тот, кто проспал свою трехлетнюю жизнь и проснулся к жизни четырехлетним, уже никогда не переживет того, что он бы мог пережить, если бы память у него была длиннее и сознание сложилось ранее. Третий год жизни по отношению даже к четвертому, пятому, неимоверно растянут. Он подобен десятилетию. Когда я устанавливал даты воспоминаниям, то я увидел, трехлетие мне состоит из энного ряда долгих периодов, а уже четырехлетие — один период, прожитый по сравнению с трехлетием с молниеносной быстротой. Четырехлетним я с презрением смотрю в Демьянове на трехлетнего пупса и думаю, да неприличие молот он передо мной, видавшим виды стариком. А учти я эти виды, они главным образом события разных периодов моего трехлетия, далее события сдвинуты, линии лет коротка, и вдруг она удлиняется невероятно. Вместе начало трехлетия, в течение воспоминаний в обратном порядке, разумеется. Подумайте только, моя многолетняя жизнь с няней в замкнутой комнатке после болезни по точным подсчетам не могла длиться больше шестидесяти дней. До нее тысячелетие скарлатинных бредов, и после нее очень долгая жизнь с бонной Каролиной Карловной, от двадцатых чисел декабря 1883 года до масленицы 1884 года, то есть около трех месяцев. А опыты этих двух месяцев, потом трех месяцев, равны опытам жизни последующих двух лет, двадцати четырех месяцев. Период с няней стоит под девизом «Ею держится строй мира, исчезни она, все рухнет, и вломится Минотавр и Янжул из дыры коридорика». И вот все это рухнуло. В одну темную ночь в детскую вломился тот ужасный, с деформированным голосом отца и затащил из комнаты няню в какие-то невыдерные чащи. Вероятно, ее загрыз. Дело же было так. Няня вернулась из гостей пьяная. Она, говорят, непристойно кричала в детской. Отец ее из детской извлек. Няня была удалена. Я ее так и не увидел. Потрясение было ужасно, но на другое же утро, это я хорошо помню, ничего ужасного не произошло. Вместо няни открылась мне вся квартира, в ней не оказалось ничего страшного. Столовая и гостиная выросли передо мной совершенно отчетливо, мне они ужасно понравились. Мама была весела, играла со мной. И главное, мне разрешили свободно перемещаться по всем комнатам. И с этого дня я в окна столовой увидел арбат. Вскоре помню появление немки, Каролины Карловны, с которой мы свободно ходим по всей квартире, отъезд матери в Петербург, к разведшейся с мужем Гамалей, и долгий период жизни без мамы, с отцом, явившейся мне тетей Кати и Каролиной Карловной, и никаких бук. Минотавров, ужасов, все очень трезво, очень эмпирично. Меня учат танцам, водят гулять. Папа ночью поджег шторы, на пожар потушил. Уже дни вытекают из дней по закону причинности, они выскакивают из темного стенного пролома страшными буками. Вероятно, в прогнанной няне жило много суеверий, вероятно, она подпугивала меня. Каролина Карловна трезва, а отец без матери уже меня накачивает рациональными ясностями. Мать жила в Петербурге около двух месяцев, но, казалось, прошли года. Она приехала к Масленице и, увидев, что Бонна меня держит в грязи, ее отпустила. Был период, когда я попал под надзор родителей, мне долго приискивали гувернантку. И это опять новый мир. Мир впервые усвоения рассказов матери о Петербурге. И из них я узнаю о Невском, о царе, об отношении Москвы и Петербурга, о блестящих, кирасирах и лейбгусарах, знакомых гомолей. Жизнь Петербурга блеск и трепет, но отец называет эту жизнь пустой, и тут начинается полоса ссор между отцом и матерью. Тема их — различные взгляды на жизнь, разность отношения к Москве и Петербургу, и, главное, уже их борьба из-за меня. Я себя чувствую схваченным отцом и матерью за разные руки, меня раздергивают на части, я вновь перепуган до ужаса. Я слышу слова о разъезде. Я слышу, кто-то матери предлагает развод с отцом, но отец не отдает меня, и мать из-за меня остается в доме. Я уже без всякой защиты. Нет няни, нет бонны, есть родители, и они разрывают меня пополам, страх и страдания переполняют меня опять ножницы, но на этот раз не между бредом и детской, а между отцом и матерью. Этот период тоже года, а он всего какой-нибудь Великий пост, то есть шесть-семь недель. Я бы назвал этот период позитивистическим, ибо в нем я собираю ряд сведений о характере отношений между матерью и отцом, о Петербурге, Москве, о России. Начинается мне вместе с семейной историей, вообще русская история, а с ней и история мира. Следующий период, в противовес этому, я назвал бы сказочным. Он начинается с весны, появлением Раисы и Ванны, согревшей меня удивительной нежностью и лаской, отвеявшей от меня драму в доме и зачитавшей мне и стихи, и сказки. Я уж понимаю по-немецки, когда я выучился, не помню, вероятно, учился у Каролины Карловны. И, во-вторых, впервые выступают мне картины природы Демьянова, преподымаются образы парка, в нем Джаншиев, Кувшинникова, еще кто-то, и купание. Я не купаюсь, но меня берут в купальню. Всюду рядом милая, веселая, сказочная Раиса Ивановна. Осень, переезд в Москву, все это очень отчетливо, и уже вновь. Октябрь. В октябре с Раисой Ивановной замкнулись в детской. Она читает мне стихи Уланда, Гейна, Геоты, Эйхендорфа. Вероятно, для себя читает. Я плохо понимаю фабулу, но понимаю сердцем стихи, и впервые выступают мне звуки и музыки, действующие на меня потрясающе. Мать играет Бетховена, Шопена и Шумана. Опять долгий период. Сложите эти периоды, и получится впечатление бесконечно длинной жизни. А это всего один год, год трехлетия, пережив это все, я становлюсь четырехлетним. За этот период от бреда, через раздвоение сознания, на эмпирику детской и память о бреде, через позитивное собирание фактов нашей жизни, через невыносимое острое страдание и перепуг, я подхожу к какому-то новому синтезу. Этот синтез Раисы Ивановны, читающая мне песню и сказку. В песне, в сказке и в звуках музыки дан мне выход из безотрадной жизни. Мир мне теперь эстетический феномен, ни бреда, ни страха перед эмпирикой нашей жизни. Жизнь — радость, и эта радость — сказка, и из сказки начинается моя игра в жизнь, но игра — чистейший символизм. В очерке к биографии Белый говорит о своих первых литературных впечатлениях — стихи Уланда, Гейна и Гёте. Хотя я их не понимал, однако они производили животворное действие. Странно, что первые, сильно на меня повлиявшие стихи, были немецкие. Уланда, Гёте и Гейна читала мне вслух гувернантка, немка. Сравни признание Белого о детстве в письме к Александру Блоку от 18 или 19 декабря 1904 года. Начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гёте и из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю. Вот моя музыкальная тема. Александр Блок и Андрей Белый Переписка Москва, 1940 год, страница 114 Эта проблема нами с Раисой Ивановной сознательно строимого третьего мира над мирами, прозы и бреда. Третий мир, игра, символ, как бы подсказываемые звуками льющиеся музыкальные рулады. Ка бы ни сказка, вовремя поданная мне Раисой Ивановной, я бы или стал идиотиком, канув в бреды, либо я стал бы преждевременным старичком, прозаически подглядывающим за жизнью отца и матери. По идее, этими путями я бы погиб. Но как бы и влупляется в нем предприимчивость, творчество. Могу сказать смело. Кто в детстве не играл в свои особые игры, в будущем никогда не выйдет в Эйнштейны, в лучшем случае из него вытянется трезвая бездарность с атрофированной инициативой. А генезис игры — сказка. Так было со мной. Помню, как я не верил в сказку, упиваясь с ею, как свободной игрой. Рациональная ясность отцовских объяснений о том, что гром, скопление, электричество, не объясняли мне грома, а затемняли его. Что значит для ребенка слово «электричество», если ему закрыта возрастом возможность усвоить физическую формулу? Объясняя гром электричеством, мне ничего не объясняли. Я переживал эмпирику громового раската и отвердил бессмысленно, скопление электричества, а соединить эмпиризм с рациональным объяснением я не мог. Объяснение на этих ступенях воспроизведения и игры мои, опыта воспроизведения, сперва под формою мифа, потом же под формою наблюдения и узнания природных фактов, перед грозой парит. Ага, это скопляется нечто, что есть электричество, которое мне еще не понятно. Преодоление неопределенной эмпирики и непроведенного сквозь живой опыт понятия в детских стадиях есть настроение образа переживания. И работа над образом под формой все сложнеющей игры. Это и было мне знакомством с символизмом до слова «символизм». И позднее я так определил его. Символизм, рожденный критицизмом, становится жизненным методом, одинаково отличаясь и от эмпиризма, и от отвлеченного критицизма. Статья «Символизм и критицизм», 1904 год. Жизненным методом значила символ имманентен опыту. В нем нет ничего от по ту сторону лежащего. Надо же было профессорам словесности на выворот, прочтя символизм, в десятилетии укреплять басни о нем. Может быть, формула 1904 года никуда не годится. Но сформулировал я лишь то, что в детстве пережил. Проблему двух опытных линий в точке их скрещения и сознания. Опыта изучения птиц по Кайгородову – 12 лет. И опыт игры в сказку – 12 лет. Оба опыта начались в первом же трехлетии, и первая попытка их скрестить – жизнь, игр, под звуки песен и музыки, которые мы отдавались с милой Раисой Ивановной. Необходимость преодолеть опыты – опять-таки опыт моей жизни. Один опыт – я растаскиваемый за ручки папой и мамой в нашей квартире. Это итог наблюдений по правилам Джона Стюарта Милля. Отдайся ему пяти лет, я бы умер, такой жизни не перенеся. Другой опыт – бегство от ужасной действительности в мир безыменный, безобразный. Но опыт этого бегства привел бы к идиотизму, ибо я, раздувая в себе болезненные ощущения, просто разучился бы говорить. И так уже, защищаясь от нашей квартиры, до чтения Шопенгауэра я переживал лозунг «Мир – мое представление» и был законченным пессимистом. Но, скажите, положа руку на сердце, неужели не видите вы в этом иллюзионизме и пессимизме жизненного инстинкта, подсказывающего беззащитному младенцу способ не умереть? Лучше быть тактическим иллюзионистом в известный период жизни, чем без иллюзий разорваться в разрывах быта. «Скажите же вы, папашины сынки, николаши, не вырабатывавшие мускула в противодействии среде, скажите мне, в чем больше жизненности? Вслед за папашей твердить по лейбницу о том, что наш мир наилучший, исследуя этому миру либо умереть, либо позволить выколотить из себя все живое и самостоятельное, или же в пику скверном наилучшего мира, всею силую пережить отроческий пессимизм с его отказом от профессорской квартиры и в пику лейбницу провозгласить «ты, отец, читай, лейбница, ну а я пока что Шопенгауэр». Шопенгауэр впоследствии был мне ножом, отрезающим от Марьева благополучие конца века. И когда я им себя отрезал от конца века, я взглянул в будущее с радостным «да будет». Думаю, что многие недоразумения со мной, как с символистом, имеют корень в страхе матери, что у меня преждевременно вырос лоб. Я же знаю, что корень всему — длинная память и твердая память, какой не отличается Николаша по Пашенсену. В одлинившейся памяти и изострившейся наблюдательности и подползал к нам рубеж символизма под временным флагом пессимистического взгляда на квартирку профессора. Вы, Николаша, тут именно и чувствовали себя прекрасно. Папаша — оптимист, и Николаша — оптимист. Папаша — спенсорианец и Николаша. Так вырос Николаша, критик Андрея Белого, с потиранием рук доносящий «трансцендентность, пессимизм, мистика». Дело было иначе. Так именно, как рисую я, лучше не спорить с критиками, а восстановить фактический материал жизни. Миф, музыка, символ У нас в доме не процветало никакого религиозного культа. Был один культ, незримо разлитый в воздухе, и был жрец этого культа, отец. Недаром его назвали жрец науки. Недаром его посещали иные научные жрецы. Университет назывался храмом науки. И кафедра с сознанием изменялась в алтарь, лекция в богослужении. Прежде личных научных познаний в науку уверовал я. И прежде личного опыта церкви я столько наслушался о попах от жрецов науки. Они суеверны, они дураки, упустили науку из своих рук, а могли бы, прибравши ее к рукам и показывая научные фокусы в качестве чудес, как и египетские жрецы, держать в повиновении чиновников. И у меня создалось впечатление. Все попы хорошие, но поп греческий, поп египетский, был все же умнее нашего. Когда я пятилетним проходил с отцом события и заветов, то я уже знал, Скиния была электризована. Скиния — походный храм древних евреев во время их сорокалетнего странствования по пустыне. Все это, попах, о чудесах, я знал, всегда знал и никогда не узнавал, как и то, что земля — шар, а гром — скопление электричества. Вместе со словом «священник», «церковь» или даже раньше еще я слышал слова «Лагранж», «Абель», «Дарвин». Слова эти воспринимались мною как имена богов и героев нашего Олимпа, имеющего храмы, университеты, алтари, кафедры. К одному из алтарей я буду призван и уже призывался, когда мне объяснялось, что есть нумерации. Моя наивная мать боролась с нумерацией, а с воздухом научного храма, в котором я был овеен, она не могла бороться, раз я присутствовал при разговорах отца со взрослыми. А дидактические научные шутки отца, а откровенный выход из комнаты дяди Жоржа в момент, когда в комнате оказывался обходящий квартиры священник с крестом, и папа, конфузливо сжимая бумажку, ему совал в руку, я знал, дядя выходит из комнаты из-за полного отрицания происходящего, а священник входит попеть и покрапить для бумажки. Папа человек добрый его понимает и для ради предлога ему взять бумажку выслушивает то, что мною воспринималось как угрожающее ревение. Помню, как я был напуган в церкви, когда что-то невидимое мне из-за толпы взревело. Я расплакался, а меня подхватили на руки и показали на источник рева. Я увидел зловещий грозного человека в золоте, багрового и с выпученными глазами. Это был дьякон троица арбатской церкви, он и являлся с батюшкой по праздникам, за бумажкой. Источник религиозного культа был долго скрыт от меня, и гораздо раньше, гораздо понятнее мне, прозвучала служба, справляемая отцом, удалявшимся в форменном фраке, читать лекции. Наспех обучили меня отче наш, и я механически произносил его перед сном. Никто не справлялся, так ли я произношу слова, и постоянно справлялись у меня о том, что есть нумерации. Гувернантки мои не имели ни малейшего касания к религии. Мать изредка с бабушкой для проформы бывала в церкви, и часто бывала в театрах, концертах, на вечерах с танцами. Тетя-сестра матери была совершенно индиферентна к религии, дядя-страны-матери еще более, дядя-страна-тца активно враждебны, весьма почитавшись со матерью, Владимир Иванович Танеев был богохульником. Единственное религиозное явление в нашем доме — явление бабушки по воскресеньям из церкви со словами «Бог милости прислал». Но бабушка мне была неясна во всех смыслах, и менее всего авторитет. Мама, тетя и дядя-страны-матери дружно утверждали, что легкомыслие бабушки разорило их, и потом они посмеивались с надхождением в церковь старушки, утверждая, что бульдогообразное лицо, красное и покрытое бородавками, староста богословского, более всего прочего привлекает бабушку, а отец хлебом его не корми, только дай подтрунить над суеверием старушки. Сколько анекдотов я выслушал о краже судной трубы чертом с неба, в результате чего свето-представление отменяется? И сколькие разоблачения раздавались по адресу черта, который по глупости своей просто перестал существовать к досаде Николая Угодника и многих на небе, чья функция борьба с чертом? С четырех лет мне внушили весьма серьезно, что чертей, колдуней и прочей нечисти нет. Да и не может быть. Что ж касается Бога, то Бог, так сказать, есть источник эволюционного совершенства. В чем это абстрактное и туманное совершенство, мне не было ясно. Выражение «Бог, так сказать, я запомнил». Вся суть в этом — имя Бога отцовского, так сказать, или, так сказать, совершенства. Я знал у отца совсем особый Бог, противополагаемый Богу бабушке. Позднее я подставлял под, так сказать, оригинальное философское понятие. И в духе этого-то, мне логически еще не выясненного понятия, объяснялись события Ветхого и Нового Заветов. События эти подавались как аллегории для, так сказать, наглядного представления, как популяризации научно-философского культа массам. Поэтому меня никогда не интересовали проблемы о подлинности источников, проблемы чудес и столкновений мнения о том, что мир существует семь тысяч лет или миллионы лет. Я позднее удивлялся, как же это ни разу, я не удивился ни согласию в возрасте мира у жрецов религиозных и жрецов научных. И потом понял, проблемы сомнений в подлинности образов заветов и не могло быть, ибо эти образы мне подавались отцом как аллегории понятий, а мною воспринимались в ритмах музыкальной эстетики. Так что я, пятилетний, до того усвоил идеи о бесконечности мира, что, услышав о пресловутом «семитысячелетии», я не обратил и внимания на число лет, ибо, разумеется, семь тысяч значит что-нибудь вроде «так сказать», а я твердо знал, что «так сказать, семь тысяч» отнюдь не семь тысяч лет, ведь я и в игре утверждал «так сказать, буку в углу», а однако в угол шел твердо, зная, что никакого буки не будет, а будет приятное чувство отропи, мне нужное в целях игры. Теперь вижу, что события заветов воспринимались мною как музыкальные символы, но эти символы произвели на меня огромнейшее впечатление. Как четырех лет тупивался я образом какого-то слепого короля, шло Саммер, Уланда. Так пяти лет композиция, стиль образов заветов, особенно нового, переполнили мое существо. Дело в том, что в страданиях Иисуса мне была брошена тема страданий безвинных, и я осознал в Иисусе тему моих безвинных страданий у нас в доме, и все, что я не узнавал, я тотчас же вводил в игру, и в игре, в вариациях темы узнанного, так или иначе, я упражнял диалектику своего воображения, в ней же силы крепнущего познания и опыта познания. Так, выслушав в редакции отца о событии Нового Завета и о том, что Сын Божий есть, так сказать, Сын Человеческий, я тотчас же заиграл в подражании Христу. Соединился имманентно с темою. Церковь оставалась церковью, чем-то чуждым и трансцендентным мне, до и после восприятия образов заветов, вошедших в мою душу, как эстетический феномен, как первое восприятие драматической поэзии. Я познал драму, и эта драма мне осветила смысл моего драматического положения в нашей квартирочке. До сих пор страдания мои были ножницами. Две линии растаскивали меня. Теперь мне был показан крест, то есть возможность как-то сомкнуть ножницы. Воскресение через крест, вероятно, я воспринял символом воскресения моей маленькой жизни через нахождение какого-то смысла моих страданий. Я стал забираться в темные уголки, и там тихо плакать, жалея себя, маленького, несправедливо преследуемого матерью за второго математика. Я здесь хожу и таю свои муки, а они не понимают меня, как законники не понимали Иисуса. Но я теперь имею смысл. Даже если распнут меня, я маленький воскресну, и для этого надо прощать им грехи. Совершилось перемещение страданий. Преступник во мне, лобан и математик, оказывается, такой же преступник, как и Иисус. Чтобы осмыслилось все это, надо на истерические крики матери на меня и на ее угрозы не смей учиться, отвечать ей молитву за нее же. И я бывал и вздыхал, «Боже, прости, маму, не ведает, что творит. Вина моя с меня снялась. Мне стало легче в нашей квартире. Так бы я осмыслил символику действия на меня, образа Иисуса». Религиозный момент был мною воспринят этически и стилистически. Действовали Улланд, подслушанный демон Лермонтова, Андерсон и образы заветов. Верить в наивно-реалистическом смысле я не мог. Но всякой метафорой я упивался. Никто же мне в голову метафоры не вбивал. В художественном отношении к образу и в музыкальном его изживании я был противопоставлен отцовским аллегориям, рациональным, необъясняемым. Он был не музыкален. И искусство музыкой мощно ворвалось в мою душу, но и этот врыв я до времени утаил от всех. И когда ушла Раиса Ивановна и унесла с собой сказки, уносившие меня на лебединых крыльях из тусклых будней, сама музыка лебедем спустилась над детской кроваткой моей, и я залетал на звуках. Говорю, музыка спустилась над детской кроваткой, потому что музыку воспринимал я главным образом вечерами. Когда мать оставалась дома и у нас никого не было, она садилась играть ноктюрной Шопена и сонаты Бетховена. И я, затаив дыхание, внимал из кроватки. И то, что я переживал, противопоставлялось всему, в чем я жил. Пропадала драма нашей квартиры, и мое тяжелое положение в ней не существовало ни профессоров, ни их рациональных объяснений, мне якобы вредных, не было и никакого второго математика. Эволюция. Дарвин, цепкохвостая обезьяна, имели смысл, власть, основание в том мире, где не было звуков. В мире дневном, в мире, обстающем кроватку, но после девяти часов вечера в кроватке под звуки музыки выступал иной мир. Не закон тяготения господствовал, а то слово, к чему мною было подобрано. Когда я стал взрослым, это слово есть ритм. Мир звуков был совершенно адекватен мне, и я ему. Бытие и сознание были одно и то же, диалектически изливаясь друг в друга руладами. Если религия, искусство, науки, правила, быт, были чем-то все еще мне трансцендентным, к чему я подыскивал, так сказать, лесенки, к чему мне надо было взобраться, то музыку переживал я имманентно своему «я». Никакого культа, никаких правил, никакого объяснения, все ясно и все свободно. Летай, как хочешь, вверх, вниз, вправо, влево, в этом звучащем пространстве, в этом звучащем пространстве я был и бог, и жрец, и чтитель собственных изречений, вернее, безгласных жестов. В миге моих музыкальных восприятий я как бы хитро говорил себе, что я выведен из тюрьмы, которая мне навязана безо всякой вины с моей стороны. Не было ведь никакого Арбата, дома Рахманова, храма на Мховой, и отсутствие этих костных домов принесло мне радость совершенной свободы. Но было чувство жгучего стыда при одной мысли, что кто-нибудь ненароком узнает о моем увлечении. И был страх. Тогда меня тотчас лишат музыки. Ведь горький опыт мне показал, всякое проявление интереса к чему-либо оканчивалось запретом. Интерес к отцу с его объяснениями мне истории, сцепкохвостую обезьяною, кончился запретом всякого конкретного общения с отцом. Так же некогда меня лишили няни, Раисы Иваны, пришел доктор Родионов и отнял сказки, они вредны ему. Признайся я, что музыка мне отрада. Я услышу, музыка тебе вредна, не смей слушать, мать запрет рояль, и все кончится. Но тогда я погиб. Темница оплотнеет вокруг твердой стеной всевозможных устоев, нет, до чего я был хитер пяти лет. Я уже вел себя, как осознавший свое положение пленник. Мне запрещено любоваться гусарами, но и любоваться зверями зоологического атласа, слушать сказки, твердить на зубок, что есть нумерация, мне занавешен кудрями лоб, потому что я лобан. Посмотрите на лоб, урод вырастет, он вылитый отец. Я знаю, отец урод, быть уродом позор, уродство отцу прощается за какие-то такие заслуги, которых у меня нет, да и быть не может, поэтому непростительно мне уродство мое, а я, вопреки запрету, мне быть уродом уже стал уродом. Кудри одни меня оправдывают и нарядные платьица, в которые перережают меня, чтобы скрыть уродство, и мне стыдно мальчишек, а не пристают ко мне девчонка. Я мечтаю о том, что если мне заплетут косицу, то я сумею под шапку, упрятав волосы, появиться в компании мальчиков. Ясно, что при таком перепуге и при таких пинках со всех сторон невозможно не схитрить, и я хитрю. Отводы глаз моих изумительны. Трепеща от звуков музыки с четырех лет, я обнаружил любовь к ней и ее понимание лишь к седьмому классу гимназии. До прикидывался равнодушным, и мать вздыхала, он, как отец, ровно ничего не слышит, не музыкален, как все математики. Было мне горько до слез от таких слов, но стыд и страх закупоривали меня, и я не шел на провокацию. «Попробую слышать, и нет тебе музыки». Моя стыдливость в признании своей влюбленности в звуки напоминала скрытность серьезно влюбленного. Музыка мне окрылила игру. Так же, как я научился, лежа в кроватке, летать на звуках, я научился под перекрестным взором взрослых играть про себя, да так, что никто бы не догадался, во что я играю. Мифу души, выраставшие на крыльях музыки, соединял я с предметами обыденного быта, как будто моих игр стало мне серьезной проблемой настроения, в противовес двум действительностям третьей. И эту игру, окрепшую до серьезных заданий, впоследствии назвал я процессом символизации. В символизации преодолевал ножницы я, первое, между бытом родителей и собою, второе, между отцом и матерью, третье, между разнородными утверждениями авторитетов Лесковской и Танеева о том, что так надо жить, и что жить так не надо. Во всех планах жизни ножницы разрезали меня, и во всех планах жизни ножницами разрезал я разрезы жизни, так преодолевал я проблему ножниц. Оспаривание отцом и матерью правоты их взглядов разрешил скоро я в неправоту их обоих, противопоставив им мое право на свой взгляд на жизнь и на свое объяснение явлений жизни. Моя эмпирика заключалась в выявлении моих безымянных, мне необъясненных никак переживаний сознания. Я уже знал, о чем можно спрашивать, что объяснимо родителями, а что ими не будет объяснено никак. Это последнее я затаил. Но иногда мне нечего было противопоставить, кроме музыки и своих собственных эстетических переживаний. Уже гораздо позднее, бронированные доводами, методами и мыслями моими о них, они выдвинуты были мною в жизнь и стали материалом моей уже громко исповедуемой идеологией символизмом. Я стал символистом до всяческого оформления, мучившей меня проблемы преодоления ножницы. Символизм был мне моим отстраданным, проведенным сквозь катакомбы лет опытом, о котором я впервые заговорил вслух пред всеми лишь в седьмом классе гимназии и о котором молчал не менее двенадцати лет своего отрочества и прежде детства. То, что я говорил, было сложно, запутанно, ибо не существовало мне шпаргалок из готовых мировоззрений, и я должен был на первых порах самозаботиться тем, чтобы из ряда мировоззрений наготовить себе защитительный материал. Легко жарить по Писареву, по Юису, по Спенсеру, так жарило большинство соклассников, а я жарил из себя самого и запутывался. Но я говорил убежденно. В основе слов лежал опыт лет. Если в волне мне никем не объясненных переживаний было нечто от мистика, так это было понятно. Ребенку, лишенному возможности объяснить свой опыт в правилах индукции Милля, было свойственно не понимать многого, и мой отказ от ряда обидных ясностей ползучего эмпиризма в ту пору скорее напоминает действие революционера, бьющего по данным стабилизации, бьющего чем попало, лишь бы не соглашаться покорной овечку и с объяснениями, которые в ряде десятилетий сказали «несостоятельность» и я бил в разные времена — и Шопенгауэром, и Ницше, и Соловьевым, и Марксом, потому что мне казалось догматом однолинейным, не диалектичным, статичным. Если я схватывал не то оружие, если я не стал попугаем, повторяющим марксистские фразы, так это потому, что Маркса я стал считать в 1906 году, а символистом я стал в 1884, чем и кем прикажется объяснить мой личный опыт 1884, 85, 86, 87 и так далее годов? И я объяснял их разными мировоззрениями, но брал их рабочими, временными и текучими гипотезами. Я никого не боялся. Соловьев так Соловьев, в одном случае Ницше так Ницше, в другом. Позднее я писал о Ницше. Можно освещать проблему ценностей у Ницше в свете этой проблемы у Маркса, Авенариуса, Риккерта, но нельзя результатами такого сравнения выражать Ницше невыразимого. Когда речь идет о воззрениях Ницше, то мы имеем дело первое, с системой символов, захватывающих невыразимую глубину души. Второе, с методологическими обоснованиями этих символов в той или иной системе знаний. Третье, сталкиваемся с серией противоречивых миросозерцаний у самого Ницше. Арабески. Страница 81, 82. И далее. Операционным ножом, случайно подобранным на пути биологией, отсекает Ницше себя от себя самого, связанного с передовыми дегенератами своего времени Шопенгауэром и Вагнером. Арабески. Страница 87. Так писал я в 1907 году. Столько же о Ницше, сколько и о себе. Но передовой дегенерат моего времени, либерал с ползучи неопределенным мировоззрением, поданным в лозунгах обидной ясности, меня оболгал. И операционными ножами, то есть и Шопенгауэром, и Соловьевым, и Марксом позднее, и Ницше, я отрезался от него, не прикрепляя своей руки символиста к орудию момента, подхваченному мною на том или ином отрезке пути. Поэтому не прикрепляйте меня, вы, прикрепители, объяснители, популяризаторы, всецело к Соловьеву или к Ницше или к кому бы то ни было. Я не отказываюсь от них в том, в чем я учился у них, но сливать мой символизм с какой-нибудь метафизикой вверх глупости. Прикрепите к Соловьеву и наткнетесь на фразу в статье воспоминания о Соловьеве, о его малоговорящей метафизике. Прикрепите к Рикерту и наткнетесь на едкую пародию против неокантианцев. Самое мое мировоззрение — проблема контрапункта, диалектики энного рода методических оправ в круге целого, каждая как метод плоскости, как проекции пространства на плоскости, условно защищаема мною и отрицаема там, где она стабилизируема в догмат. Догмата у меня не было, ибо я символист, а не догматик, то есть учившийся у музыки ритмическим жестом пляски мыслей, а не склеротическому пыхтению под временем несения скрижали. Если вы пыхтите, когда мыслите, то не переносите пыхтение ваших тяжелодумий на мой символизм, которому девизом всегда служили слова Ницше «Заратустра плясун». Заратустра легкий, всегда готовый к полету, готовый и проворный, блаженно-легко готовый, любящий прыжки вперед и в сторону. Шопенгауэровским пессимизмом отрезавшийся от обидно-ясного оптимизма позитивистических квартирок, стихами Соловьева, пропевший о заре, учившийся афоризму у Ницше, а академическому дебату у гносиологов, сидевший в чаду лаборатории и дравшийся с желтую прессою, я ни шопенгурианец, ни соловьист, ни нетшанец, менее всего ист и анец, пока не усвоен стержень моего мировоззрительного ритма, бойтесь полемики со мной. Всегда могу укусить со стороны вполне неожиданной, и укусив доказать по пунктам гносиологически, что я поступил не вопреки мировоззрению своему, а на основании его данных, ибо мировоззрение мое для вас весьма туманная штука, оно не монизм, не дуализм, не плюрализм, а плюродуомонизм, то есть пространственная фигура, имеющая одну вершину, многие основания и явно совмещающая в проблеме имманентности антиномию дуализма, но преодоленного в конкретный монизм. И потому-то укусы мои часто бывают укусами в спину, когда борются со мною, повернувшись ко мне спиной. Неяле писал в 1909 году, что падают твердыни теоретической философии и что нечего в них искать теоретической значимости. Стал быть, грошовое это дело пришивать меня к Шопенгауэру, Рикерту и Соловьеву, не так глядевшим на теоретическую значимость. И я же писал в 1915 году в согласии с собой «Мировоззрение человечества, живая метаморфоза индивидуально-целостных триодических построений». И далее. Элементами мировоззрения будут четыре категории моносов. Первое — монос градации. Второе — монос тона. Третье — монос мироощущения. Четвертое — монос метода. Мировоззрение Гёте. Страницы 182-183. С точки зрения диалектики градационной последовательности для меня могут быть первое — монизмы, материализм, рационализм, идеализм и так далее. Второе — дуомонизмы. Монос — материя берется в ампиризме, в логизме, в трансцендентализме и так далее. Третье — плюродуомонизмы и так далее. Я, например, перебираю градацию диалектикой допустимых логизмов. Первое — логический материализм — демокрит. Второе — логический математизм — кантор. Третье — логический рационализм — коген. Четвертое — логический психизм — фехнер. Пятое — логический монодизм — лейбниц и так далее. И я говорю, что надо оттенять нюанс моно-дуо-плюоральной градации, многообразия модуляции, которой есть сама история философии. Не зная, что конфигурационный закон диалектического разверта мировоззрительных фигур мыслей, всегда условных в статике, есть альфа и омега моей мировоззрительной точки зрения, я ведь могу, если захочу, наделать много бед критику. Николаши, папашиному сынку, всегда прямолинейно пыхтящему однобоким догматам, он, например, ткнет в одну из проекций моей фигуры мыслей и радостно поймает с поличным «Ага, вот он у него где мистический квадрат». А я, диалектически перебежав по моей четырехгранной пирамиде, основания которой квадратно, а бока треугольны, я ткну в спину треугольником научно-позитивного мировоззрения. «Закон эквивалентов нашел бы свое выражение в формальной эстетике». Символизм, страница 187. Ну, похоже ли это на мистику и трансцендентность? Вот цитата. «Эмблематика смысла распадается на три части. В первой выводится теоретическое место для понятия, системы. Во второй дедуцируются эмблемы. В третьей части мы можем систематизировать все эмблематические места познания и творчеств в любой дисциплине». Символизм, страница 117. Заметьте, в любой дисциплине, в химии, так же, как и в философии. Что это значит? А вот что. Мы можем дать систему творческой ценности в методах механического миропонимания. Нетрудно видеть, что религиозное, эстетическое и примитивное творчество в пределах механического миропонимания примет вид взаимного превращения различного рода энергий. Мы можем дать системе творческих ценностей гносеологическое обоснование. Нетрудно видеть, что мы получим учения о формах и нормах творчества и так далее. Я перечисляю каталог эмблем, которые суть методологические понятия для опыта в науках и которые становятся диалектическими понятиями в контрапункте и из взаимного преломления. Схема символизма должна стать словарем возможных исчисляемых преломлений. И главное, главное в эмблематике смысла, я не даю такой каталожной системы, а указываю лишь путь работ для будущих теоретиков символизма, диалектиков, а не догматиков. Согласитесь, папашин сынок, оклеветавший меня в годах, что вам же хуже будет, если я, согласно диалектическому принципу моего символизма, вооружившись своими естественно научными познаниями в ответ на ваши инкриминации в транссадентизме, возьму да и переведу свои трансцендентные эмблемы на язык материи и ухну вам в спину Бором, Резерфордом, Томпсоном, которых вы не изучали и которых изучал я. И главное, я как символист буду последователен, оставаясь верен принципу своего мировоззрения, дающему мне право говорить так, как заговорил бы химик, а то заговорить так, как заговорил бы художник Ницше, за ратустро-плесун, за ратустро-легкий, любящий прыжки вперед и в сторону, а главное, гносиологический, загрунтовавший себе право на подобного рода аологические прыжки. Мораль. Изучайте трудолюбиво в целом мировоззрение противника, а не воруйте цитатки. Много есть у меня всякого цитатного добра, но кто берет цитату вне круга цитат, ее объясняющих, тот вор и убийца смыслов. Я пишу о том, как я стал символистом от музыки еще пяти лет. В этом символизме от музыки, от гераклитианского вихря, строящего лишь формы в движении и никогда в покое, и подставляющего вместо понятия догмы понятия ритма или законы изменений темы в вариациях и всяческого трансформизма и заложена основа всего будущего моего. Гераклиту принадлежит идея непрерывного изменения, становления, как сущности мира, имеющего первоначало в мировом огне, стихии, из которой возникают все вещи и в которую возвращаются. О том, как в университете я, чтитель поэзии Соловьева и Блока, был дарвинистом против формализма и механицистом против витализма, я надеюсь рассказать позднее. Повторяю. И трансформизм, и Дарвин, но и Ницше, и Метерлинг были мной сперва пережиты в опыте, и уж потом узнаны в печатных томах, ибо мои позднейшие вкусы в литературе, отбор по переживаниям, мной испытанным в детстве. Еще штрих. Я всегда ощущал рубеж столетий между собой и бытом, и мне всегда стояла проблема борьбы с обстанием. Так же, как теперь я борюсь с Николашей, редукцией папаши, я боролся с большими папашами, маленьких Николаш, и борьба ребенка, отстаивающего свое право на бытие, была и трагична, и героична, неюмористична, как борьба с Николашами. Дети рубежа и не могли перейти в начало века, не сказав «нет» этому веку. В момент же этого «нет», у них еще не было ничего готового в смысле собственного мировоззрения, их «да» слов не имело, а отцы так и сыпали словесными терминами. Но была твердейшая уверенность в том, что отцами подаваемое «да» никуда не годится. Отсюда уход из сферы чуждого «да» или сжатие младенца в точку кроватки, и переживание огромной ночи, припавшей к младенцу, переживание нирваны, не раз охватывали как опасность прижизненной смерти. Нирвана — одно из основных понятий буддийской религии, означающие высшую святость, завершение религиозной жизни, вечность, бессмертие, покой, прекращение страданий. И отсюда же ноты нирваны в моей биографии. Отсюда и юношское шопенгауэрианство. Дети рубежа. Мы, дети рубежа, позднее встречаясь, узнавали друг друга. Ведь мы были до встречи уже социальной группой подпольщиков культуры. Группа объединилась не столько на «да», сколько на «нет». Эпоха нас родившая была статична, мы были в те годы заряд динамизма. Отцы наши, будучи аналитиками, превратили анализ в догму. Мы, отдаваясь текучему процессу, были скорее диалектиками, ища единство противоположностей, как целого, неадекватного только сумме частей. Слагаемые или части, не отражающие чего-то в целом, называли эмблемами мы. Искомые целые, как обстание мне данную действительность, мы называли сферу и символом. Под словом «символ» разумел я конкретный синтез, а не абстрактный. В его квалитативности, а не только в квантитос. Рассудочный синтез квантитативен. После Канта всякий синтез принял форму синтеза в рассудке, и только под символом разумели мы химический синтез, разумели соль, свойства, которые не даны ни в яде хлории, ни в яде натрии, соль образующих. Ставить знак равенства между химией свойств и частей в целом, не данной в частях, и мистикой, может только человек, не изучавший природы химических веществ, природы диалектики, природы количественной качественности, о которой правильно говорит Энгельс. Мы разумели некую жизненность факта, невзятую на учет формальными эстетиками. Слово «сюмболон» производил я от глагола «сюмбалло» соединяю, как «вместе сбрасываю» с выделением химической энергии, присуществляющей хлор и натрий в третье новое вещество «соль». Символизм означало, осуществленный до конца синтез, а не только соположение синтезируемых частей. «Сюнтитэми» — «сополагаю» — «в соположении количества не выявляют еще своих новых качеств». При чем мистика? Разве химическая реакция мистична? В символизации мы подчеркивали процесс становления новых качеств. В словесной изобразительности диалектику течения новых словесных значений. Мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля. Само понятие гераклитовского логоса было нам понятием ритма, закона изменений, а не статической формы или нормы рассудка. Понятие логоса в философии гераклита вызывало разнообразные интерпретации в истории философии. Логос осмыслялся как бог, судьба, необходимость, вечность, мудрость, общее, закон, универсальная закономерность. Но наше ритмическое единство допускало подстановки. Мы могли говорить о нем и в терминах философии логоса, и в терминах энергетики, ибо умели переводить метод в метод и прочитывать явление, держась не за букву «проблема перевода с языка на язык». Учитесь, неповоротливый критик, символист вам подсказывает, «как в методической диалектике брать проблему эмблематики смысла, о которой я писал 20 лет назад?» Удивительно путанные головы. Им было рассказано внятно, а не опять за свое «мистика, мистика». Белый подразумевает свою статью «Эмблематика смысла», предпосылки к теории символизма, 1909 год, написанную под знаком воздействия неокантианской философии. Мы отрицали склероз мозга очень многих голов своего времени, и мы были правы в борьбе со склерозом. Прием йода или символизма не растворил извести в их головах. Мы — символисты, имеем право говорить о символизме хотя бы на основании закона давности — 30 лет срок почтенный, и наше право базировано двояко. 30 лет мы говорим о символизме так, как я говорю, и 30 лет мы даем критикам материал нашим творчеством. Мнение спеца о предмете споров должно быть взято на учет, особенно там, где царят и сознательные, и бессознательные фальшивки, где действуют фабрики волчьих паспортов с транзитными визами мистика и трансцендентность. Типичные ли мы мистики? Типичные мистики не бывают с молоду перепичканы естествознанием. Брюсов — любитель математики, спинозист-гимназист. Мистик ли? Я — естественник. Балтрушайтесь — естественник, издатель скорпиона по образованию математик Элис, образовнейший экономист. Если мы мистики, так давайте же переделаем наизнанку спецовскую литературу по истории и философии мистицизма. Энгельсу позволено, говорит, например, так, у естества-испытателей движение понимается как механическое. Из этого недоразумения вытекает стремление свести все к механическому движению, чем смазывается специфический характер прочих форм движения. Что же Энгельс мистик? Деборинец-столяров, соглашаясь с Энгельсом, заявляет, сведение всякого движения к механическому означает сведение диалектики к механике. В духе заявлений Энгельса и школы Деборина, за 20 лет до Деборинца-столярова, отказываясь от метафизики, символист Белый пишет, в сермодинамике не обойтись без понятия об энергии, но понятие, вынесенное за пределы частной науки, становится понятием многосмысленным и совершенно неясным. На основании какого права подобного рода корректив к философии квантитотизма прочитывается критикам, мало работавшим в сфере методик точных наук, как приглашение гадать на кофейный гущик? Белый, маска Бориса Николаевича Бугаева, имеющего диплом первой степени о прохождении им курса точных наук и соответственных лабораторных занятий. На основании какого же права безглавят смысл написанного символистом? На основании права передержек. И я почтительнейше прошу, чтобы при ОГПУ было открыто отделение суда и кар за передержки, имеющие тенденцию дискредитировать, и сфера критики должна иметь критику в суде высших государственных органов. Меня поражает. Для чего существует кафедра истории и литератур и вся аппаратура материалов, когда в итоге, разглядов того или иного исторического течения, из него изъяты все слоны и перечислены все козявочки? Существует музей всех козявочных привкусов, мистицизма в символизме и ни звука, а слоне, без которого символизм не символизм, а диалектики вращения метода вокруг метода, в итоге которого развивается эмблематика частных смыслов школьных, художественных, частнонаучных и прочих. Ни звука. Николаша, папашин сынок, постарался особенно тут именно на протяжении двадцати лет. Еще есть один неотмеченный слон, именно. При набившем оскомину выведение символизма из крупной промышленности не взято на учет социальное происхождение символистов. Если б был составлен каталожный список символистов, кто их отцы, из какой они среды и так далее, отметился бы весьма любопытный факт. Отцы большинства символистов образованные позитивисты. И символизм в таком случае является бою интереснейшее явление в своем декадентском отрыве от отцов. Он антитеза позитивизма семидесятых, восьмидесятых годов. В своем нет этим годам. А в своем да. В символизме пар экселанс он врождается в энное количество течений, уже действующих в начале века за пределами того символизма, о котором писали историки литературы. Действительно странно. В 1910 году провозгласили конец символизма, а до 1910 года символизм смешивали с декадентством. Когда же был символизм, собственно? Мудрый Эдип, разреши? Символизму нет, а символисты здравствуют в 1910 году как никогда. Блок не написал еще своих лучших творений. Белый еще не написал Петербурга. Сологуб в расцвете сил, Брюсов в расцвете сил, Всеволт Иванов в расцвете сил. С символизмом покончено. Да здравствует символист. Символисты даже не реагируют на конец символизма и не отказываясь от него, спокойно себе работают. Белые в мусагете, Брюсов в русской мысли. Что же случилось? Оказывается, закрылся журнал Весы. Согласен, это сотрудников Весов, нашедших, что данная школьная группировка потеряла значение. Но символизма это не задевает. Ибо символизм никогда и не мыслил себя литературную школу, он школа с 1907 до 1909 годов для ради тактических целей борьбы с дешевкую мистического анархизма. Отчего, всем немаловажным обстоятельствам молчок. Белый повторяет здесь аргументацию, которая предлагалась в обращении к читателям в последнем 12 номере Весов за 1909 год. Весы приостанавливаются после шестилетнего существования и не в силу внешних враждебных условий, а совершенно сознательно и согласно желанию лиц, стоящих и стоявших во главе журнала. Причины, побуждающие нас приостановить Весы, не поражение, а напротив достижение, некогда поставленной ими себе цель. Вместе с победой идей символизма, в той форме их, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться Весами, ненужным становится и сам журнал. Отметим. Русские символисты – не сыновья крупных промышленников. Сколько было образованных капиталистов во втором десятилетии нашего века, они не дали ни одного символиста. Символисты – дети небогатых интеллигентов, образованных разночинцев, разоряющихся или захудалых дворян, давно забывших о своем дворянстве. Наиболее типична связь символистов с передовой интеллигенцией конца века. В аспекте декадентов мы скорпионами выползли из трещин культурного разъезда в конце века, чтобы, сбросив скорпионьи хвосты, влиться в начало века. Я – сын крупного математика, вылез на свет из квартир, переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле. Блок – сын профессора, внука известнейшего ботаника, профессора же, женатый на дочери профессора Менделеева. Эллис – побочный сын известнейшего московского педагога. Сергей Соловьев – внук знаменитого историка Соловьева, профессора же. Болтушайтис! Всеволт Иванов никакого отношения к крупному капитализму не имели. Борис Садовский тоже. Более молодые модернисты, истекшие из символизма и утекшие по-разному из него Шершеневич – сын профессора. Шервинский – сын профессора медицины и так далее. Остается Брюсов – единственный сын купца, но мы увидим, насколько купец папаша, купец в самом деле, об этом ниже. Вот если бы заговорили о гензисе символизма из известного слоя интеллигенции и анализировали бы, например, роль Московского университета в формировании кадров московских символистов на рубеже двух столетий, вышел бы интересный этюд. Что крупной буржуазии стала ухаживать за символистами, когда они стали входить в моду, так за кем только не ухаживала буржуазия. Разве не ухаживала она за модными профессорами? За модными социал-демократами я сам был на социал-демократическом вечере в квартире у владельца фабрики «Дукат» в дни всеобщей забастовки 1905 года. Реферат не состоялся ввиду осады университета казаками. Как реагировал на моду среди буржуазии на символизм Александр Блок, известно. Как реагировал я в 1906 году на начало этой моды? Вот цитата. «Доколе еще прислуживать вашей мерзости? Доколе быть шутом вашей пустоты, посмешищем вашего ничтожества, рвотным камнем вашей пресыщенности. Верю, что в светлом грядущем граде мы встретимся лицом к лицу и с работником, и с оратаем». Оратый землепашец. «И не слюною пресыщенности, как с вами увенчается наш союз, а делами строительства. Как смеете вы хотя бы ценить нас? Прочь с дороги! Мы, художники, посылаем вам наше неугасимое проклятие. Арабецки, художники-оскорбителям, 1906 год». Надо отделять вопрос о моде на символизм в таких-то и таких-то годах среди крупной буржуазии, как и в других слоях общества, от генезиса символизма, где-то весьма недалеко от славных университетских традиций в виде диалектической антитезы. «Почему столь много интереса к моде среди буржуазии на нас, как и на науку, как и на мистику, как и на интерес к экономике, к театру и так далее, при полной атрофии интереса к самому генезису символистов и символизма?» «Печальная тема — искание предлогов к доносу, разумеется, непростому, культурному. Да, но Брюсов сын купца, на нем и остановлюсь. Отец Брюсова — купец, разложенный как купец стремлениями передовых людей своего времени, купец с надрывом. Все прочие отцы символистов — типичные интеллигенты, передовые стремления 80-х годов, лаборатории символизма, отцы их доказывали эволюцию по Спенсеру и Конституцию по Ковалевскому. Где же тут мистицизм? Наивная вера. На Соломоновых островах она была бы еще возможна, в недрах передовых московских кабинетов нет уж, позвольте-с, там не выкрикивали верую в кошку серую, там по Герберту Спенсеру шили Спенсеры. Рот одежды. Останавливаюсь на первых годах Брюсова, ибо он сын купца, и у них, вероятно, все по-купецки. Вот что пишет Валерий Брюсов. Дед-крестьянин завел свое дело, но писал басни, стихи, видел Пушкина, поэзией увлекаясь более чем делом. Нетипично. Отец-купец, тяготясь с делом, пытался бежать от него. Это не удалось, и он провалил дело, вот как об этом пишет Валерий Брюсов, «в» из моей жизни. Подошли шестидесятые годы. Молодежь стала заниматься писаревым. К этому времени относятся основания моим отцом какого-то самообразовательного кружка. Познакомившись с будущей женой, конечно, отец начал развивать ее. Брюсов пишет об отце. Он бывший нигилист и поклонник писарева, после учиненного отроком Брюсовым безобразия, пишет ему, что не стесняет его убеждений. В данном случае купец, отец скорее напоминает мне мягкотелого староженку, нежели железную пету. Стиль не купецкий, горе-купец, отец Брюсова. Ну, а быт будущего символиста Брюсова? Игрушки у меня были только разумные. Родители мои очень низко ставили фантазию, мне никогда не читали сказок. Я знал имя Дарвина и, будучи трех лет, проповедовал на дворе его учения. С детства меня приохотили к естественной истории. Любимейшим моим наслаждением было ходить в зоологический сад. Читатель, чувствуете? Точно Брюсов рос в моей квартире, совпадение до смехоты, только вместо зоологического сада я уходил в свой зоологический атлас. Но далее очень меня утешали научные развлечения Гастона Тисандьей. А меня птица Кайгородова и французская книжка для детей «Знаменитые жизни», «Биографии знаменитых ученых». Страсть к систематизации довела меня до того, что я составлял таблицы своей выдуманной истории, хронологические и статистические. А я выдумывал свою мировую историю. Об этом ниже. Воспитание заложило во мне прочные основы материализма. Писарев, а за ним Конт и Спенсер казались мне основами знаний. А я гимназистом принялся за грызение логики Милля, за историю индуктивных наук Уэвеля и так далее. Воздух квартир, как видите, один. И мне дарили разумные игрушки, запрещали сказки. И я знал, человек произошел от обезьяны, только я был ближе к штабу позитивистического очага. И от того-то я знал и критику действительности этого штаба. Картина знакомая. Что издали почитают, то вблизи критикуют. Но в целом не схожие. Брюсов и Белый пересекаются в атмосфере, в точке исхода от позитивизма к символизму. Случайна ли их встреча впоследствии? Разумеется, нет. Они должны были встретиться. Итак, в точке исхода еще пока никакой мистики. Пресловутая мистика в диалектике исхода из позитивистической тезы. Она антитеза. Она начинается там, где преждевременно развитые, не в меру любознательные мальчики Вали и Боря, вопреки их обстающему великолепию основ и биологии, и социологии, и психологии по Спенсеру стали испытывать тоску. Гнетущее чувство ощущений, что ты в подполье. Я спасался в музыку от картины профессорской квартиры, прочитанной как иллюзия, долженствующая рассыпаться. Позднее я говорил этой картине цитаты из Шопенгауэра «Мир есть мое представление», что означало «этот мир, такой мир», ибо я волил иного мира, живого мира. А вот что переживал Брюсов от семи до четырнадцати лет. Играть со мной не любили, я предпочитал играть один. У меня начинался бред, я вскакивал и кричал, ночные припадки стали повторяться так часто, что мама запретила мне читать страшные рассказы из моей жизни, страницы с четырнадцатой по девятнадцатую, и опять трогательные согласия. Только я закричал раньше Брюсова, пяти-шести лет, с первой встречи с Валерием Яковлевичем, и эта тема, тема бреда прошла смешнами, потому что социальные корни ее те же. Брюсов пишет. Я более всего боялся поступить не так, как следует. И я, я смимикрировал Бореньку дурачка, а Брюсов нахало, это уж различие в темпераменте. Брюсов заявляет. Я не умел себя вести и мучился каждый миг. Много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижению. Присоединяюсь. Я не был приспособлен к мужскому обществу, хуже были отношения с учениками. Это был предмет на смешек всего класса. Каждый урок немецкого языка сделался для меня ужасом. Многое из того, что другим дается шутя, стоило мне великой борьбы. Когда на меня смотрели слишком пристально, я терялся, горбился. Я привык наглостью скрывать врожденную робость. Так пишет Брюсов. Психология гадкого утенка налицо в будущем поэте. А вот Танечка Куперник, та лебеденочек, вас сочинит стишок, рев восторга. Брюсов дерзил. Я до срока тихо таился. Зато я взорал, да так, что раскрылись рты. Это было в седьмом классе. Так мы две величины. Разные в целеустремлениях, но равные в одной и той же третьей среде встретились с символистами. Брюсов записывает в дневнике. Нет, нужен символизм. Март 1893 года. Через четыре дня записывает он. Теперь я декадент. А вот Сатин, Каменский, Ясюнинский и другие восхваляют символизм. Браво! Записано в тот же год. Весною я увлекался спинозою. Всюду явилась этика. А Яковлев стал пантеистом. Или Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении. Кедрину показал теорему. Тот восхищался. Духовской сокласник пишет пародию о беседах ученика Брюсова с учителем математики Евгением Никандровичем Кедриным. И моим учителем. О диаметре и шаре в нашем классе толковали Никанорович Евгений, да Валерий Брюсов гений. Я подчеркиваю. В дни осознания себя символистом Брюсов увлекается математикой и изучает спинозу. Подчеркиваю. В дни, когда я полон зоологических увлечений и изучаю томы зоолога Ива де Лажа, энциклопедию томов, я усаживаюсь писать Северную симфонию, которую оканчиваю в эпоху занятия качественным анализом и увлечения основами химии Менделеева. Окончив мистическую, вторую симфонию, с головой ухожу в анализы, весовой и объемной. Статочно ли это дело для мистиков? Кстати, о брюсовских отметках в дневниках. Брюсов кончал Поливановскую гимназию, когда я уже в ней учился. И я помню Брюсова гимназиста. В своих воспоминаниях я приписал ему бороду, а у него были лишь усы, это не важно. Помнилась растительность на лице, еще более угри, более всего свирепая угрюмость этого одиночки, а товарищей Брюсова по классу, и Ноевса, и Сюнинского, Щербатова, Сатина, я более помню, чем Брюсова. Яковлев же оказывал мне, младшекласснику, покровительство, и мы с ним разгуливали по гимназическому залу, обнявшись. Белый поступил в гимназию Поливанова в сентябре 1891 года. Брюсов окончил ее весной 1893 года. В мемуарном очерке Валерии Брюсов, 1925 год, Белый пишет, «Я помню себя первоклассником, воспитанником Поливановской гимназии. Вот большой белый двухсветный зал и игул голосов, и толпа бегающих по залу мальчишек. Среди этой толпы я с книжкой латинской грамматики. Мне нравится разбежавшись скользить по паркету. Но я всегда боюсь налететь на высокого черного старшеклассника, обладателя бороды с некрасивым, весьма характерным лицом. Он угрюм, он отпугивает меня умным видом. Я знаю его. В час большой перемены бродит от белых колонн до большой входной двери, всегда одинокий, наморчивший лоб, иногда он бормочет с собою. Его уважаю, но очень боюсь. И вот спрашиваю кого-то, кто это, и мне отвечают, то Брюсов, он восьмиклассник. Через три-четыре года я уже знал наизусть пародии на декадентов Владимира Соловьева. Мы их здесь же, в этом зале, прочитывали хором. В последнем классе я, как и Брюсов, разгуливал с премрачным видом, проповедовал символизм, мой символизм, ибо основ символизма Брюсова в те дни я не знал. И у меня уже были адепты. И я мог бы записать, как Брюсов, проповедуя символизм, а Владимиров, Янчин, Готье соглашаются. Учитель Бельский удивляется тому, что я читаю Канта про легомены. Ученик Сатин, младший брат товарища Брюсова, противополагает моей проповеди теории Рескина-Писарева. С гимназистом Иковым мы спорим о Белинском и Туган-Бурановском. С Никандровичем Евгением мы, правда, не толкуем о математике, а с отцом, математиком Бугаевым, толкуем об аритмологии. И он уже дает мне читать свои брошюрки с уверенностью, что я их пойму, ибо он не подозревает во всей своей научной простоте, что я мамкой ушибленный мистик, каким я стал после тридцати лет всяческого опыта чтения и размышления у папашиного сынка Николаши, моего сурового критика. Пошли, черт ему, такой же вооруженности, всякими знаниями и научными интересами, какие выпали на долю нам, детям, рубежа еще с гимназических лет. Я рисую двух восьмиклассников, хотя и отделенных семилетием, однако встретившихся до личной встречи где-то в подполье, из которого они потом вылезли, оба стоят при рубеже, врубеж врублены, рубеж дорубают, чтобы стать в деятелях в начале столетия. Оговариваюсь, я ничего не доказываю, ставя лишь образы быта и отношения к ним, а уж задача марксистского критика социологически осмыслить поданные факты. Маленький буддист. Мне остается немного дорассказать о периоде до гимназии. Все, что я скажу, может заранее вывести читатель, что получится из загнанного семейной ситуации ребенка, боящегося естественных проявлений и давно переросшего свой облик бэби. Период от пяти до восьми лет едва ли не самый мрачный. Все мной подмеченное, как неладное, невероятно углубляется мной. Углубляется драматизм отношений родителей друг к другу и ко мне. Мне ясны страдания отца, не понимающего чего-то основного в матери. Мне ясны страдания матери, не понимающие чего-то основного в отце. И это не понимание друг друга, и меня, а их уже понимающего, мучительный разъед деликатнейших вопросов совести, как мне жить и быть с ними и с самим собой. Мать, поступающая непроизвольно жестоко, явно больна в этот период тяжелой формой истерии и болезнью чувствительных нервов, по уверению профессора Кожевникова. В силу условий воспитания, привычка повелевать, уверенность в себе, все болезненное в ней ненормально раздуто во внешних проявлениях. Отец умница, но безвольная в быту в ней подчеркивает лишь ее эгоцентрические проявления. И от того-то переход от уступчивости к чтению матери методически правил о том, как себя вести с прислугой, у гувернанткой, со мной, всегда искра над пороховой бочкой. В сотнях мелочей быта растут ножницы мне. Трагедия подстерегает из всякого угла во всякую минуту. Никогда не знаешь предлога к очередному взрыву. А каждый взрыв угрожает разъездам отца и матери. Для меня же этот разъезд — конец миру, конец моего бытия. В конце концов, отец отбит от меня. Мы не без испуга поглядываем друг на друга под контролем глаз матери. Я же порою для ушей матери то, что мне кажется невинным вздором. Отец не понимает моей игры в младенца и удивляет с моей недогадливости в научных вопросах. Я же приобретаю мучительную привычку говорить глупости и не уметь в словах выразить свои мысли всерьез. Эту привычку понес по годам я. С величайшим трудом стер с себя грим дурачка лишь в старших классах гимназии. Нечего говорить о том, что выявления мои исказились. Я ходил с испуганным, перекошенным лицом, вздрагивая и не зная, что делать с руками. Я был под бременем в своей незадачливости, уродливости и вины, в которой не виноват. Когда взрослые мною любовались, я приходил в ужас. Мне казалось это издевательством. Владимир Иванович Танеев, авторитет при мне, говорил матери в Демьянове. Ваш Боренька удивительно воспитан. Откуда это в нем? Ни вы, ни Николая Васильевича воспитывать не умеете, а у него выдержка. Не выдержка, а, увы, передержка. Многие, знавшие студентом меня, не могли бы представить меня до шестнадцати-семнадцати лет. Немой, косноязычный, не умеющий ответить на самые простые вопросы от внутреннего перемудра. Я выглядел дурачком для детей, для знакомых, для гимназистов, товарищей по классу. То было передержкой. В тысяча восемьсот восемьдесят шестом году. А к девяносто пятому году это стало просто уродством, подобным насильственному пришиванию к лицу маски. В тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году мне минуло семь лет. Мать, убедившись, что я отстал и что преждевременное развитие с меня стерто, сама поняла, что меня пора учить грамоте, которую я забыл и которой я еще владел четырех лет. Новый цикл мучений имеет место. Обучение меня грамоте. Именно потому, что обучала мать, выказавшая гениальную просто способность не уметь обучать. Я не мог грамоты осилить около полугода. Урок чтения начинался трясом, продолжался слезами, кончался угоном меня. Пошел, не могу я с тобой заниматься. Но этот угол не разрешение. Горе мне, если я раз пять не приду умолять, чтобы мать сменила гнев на милость и чтобы урок имел продолжение. Мучение номер два. С этого же времени меня начали обучать музыке, которую я боготворил из постельки и которую едва не возненавидел у рояля, когда над пальцами моими гулял карандаш матери, ударяющий больно по пальцу взявшему неверную ноту. И тут тряс слезы, угон и мольба о продолжении урока. С первого же урока я был объявлен немузыкальным, лишенным художественного чутья. Второй математик, временно угасший от моих гримас под дурачка, воскрес у рояля. Кричал и, что все математики не понимают музыки. Я тоже, следовательно, я второй математик. День проходил под знаком двойного терзания. Урок грамоты, урок музыки. Я жаждал ночи, постельки или вечера, когда отец уйдет в клуб, а мать уедет в гости. Но наслаждение Бетховеном и Шопеном из постельки продолжалось. Засыпал я с тяжелым чувством перед завтрашним днем, который не мог принести ничего радостного. Именно в эти годы я пережил четырехстишие Брюсова. И ночи и дни примелькались, как дольные тени волхву, в безжизненном мире живу, живыми лишь думы остались. Никогда потом я не переживал такого пессимизма. Позднее, играя в пессимизм шопенгауэровской системы, я лишь вспоминал этот период жизни. Философия Шопенгауэра была мне скорее эстетическим феноменом вспоминания о прошлом, потому-то я и говорю, что я играл в пессимизм, когда уже не был пессимистом. В описываемые годы мне было не до игры, ведь настоящего у меня не было. Не было детства, в детстве. От детскости оставалось лишь тяжелейшее сознание, что я продан, как раб, в неволю взрослым. А о будущем еще не было никаких мыслей, ни планов, ни заданий, ни надежд, лишь тяжелое ощущение энного ряда лет учебы, которая начала с таким ужасом, как обучение меня грамоте и музыке. Я думал, если дома меня так учат, то что же будет в гимназии? Провал с грамотой и с музыкой мною переживался, как окончательный провал моего «я». Я потрясающе глуп, бездарен, и мне не одолеть гимназии. В эти именно годы суровость детского дня моего была так подавляющая, что я, музыкально подбирая мотивы моих дней, сравнил бы их с монотонностью гамм, и я влюбился в гаммы. С какой-то болезненную радостью я отдавался монотонным переливам вперед-назад, вперед-назад, без конца, без начала, ни мелодики, сурово, однообразно, пустынно. Восприятие гамм и непроизвольная символизация их с днями моей жизни позднее отразились в симфонии. И эти песни были, как гаммы, гаммы из невидимого мира, вечно те же и те же, без начала и конца симфонии. Я бы мог подставить место слова «гаммы» дни пяти-шестилетнего Бореньки. Весь этот период я провел с гувернантками. Сперва жили немки, потом француженки, но они не умели уже меня оживить, как умела это сделать Раиса Ивановна, Генриэта Мартынна, страдавшая малокровием и немотою, как я была скорее транспарантом, пропускающим сквозь себя нездоровой среды и атмосферы квартиры, чем экраном, заслоняющим от них. Ее молчание, ее неумение меня отвлечь и заставило меня преждевременно выползать в гостиную и собирать наблюдения об отношениях взрослых друг к другу, ни разговора, ни игры, ни просто конкретно выраженной ласки, бледная немощь всех проявлений. Фрайлян Ноккерт с растительностью на подбородке была иная, пребезобразная, но преуютная. Она поставила на вид, что мне все же надо читать хорошие книги для детей, и мне зачитали и Андерсона, и Грима. Так сказка вернулась под флагом «хорошие книги для детей». Осенью и зимой 1886 года мне был прочитан вслух весь Андерсон, моей любимой фигурой оказалась ведьма, о ведьмах так уютно рассказывала мне Ноккерт. Выходила ведьма прелестнейшее существо, несмотря на уродство лица и козлиную бородку. Я разглядывал, ведь бородка-то была такая у Ноккерт, и она безобразна, как ведьма, не ведьма ли она? Но тут случилось несчастье. В начале 1887 года Ноккерт надела свое новошитое гелиотроповое платье, о котором мы с ней мечтали, и в этот же день в новом платье, поссорившись с матерью, покинула наш дом. И уютный мир ведьм, не блеснувший, как солнечный луч, был потушен, потому что Кейник и Беккер, бледно мелькнув, бледно исчезли, не нарушив сурового перемогания дней. Через несколько лет, уже будучи студентом, я увидел однажды на Смоленском рынке пребезобразнейшую старушонку, весьма бедно одетую, с длинной седою козлиной бородкою. Я подумал, где-то я видел ее. Посмотрел в спину, спина исчезла в толпе, и тут только я вспомнил, да ведь это Ноккерт. Я бросился ей вслед, чтобы, остановив принести горячую благодарность за ведьм, так скрасивших бытие мое, но она исчезла в толпе. При нашем режиме гувернантки не могли пустить корни. Они, быстро усвоив драматический темп течения дней, у нас блекли и ходили подавленные, и я слышал от всех одно и то же «Мсье удивительный, добрейший, умнейший, но мадам...» «Мадам...» «Мама...» «Знаете толки о ней?» лишь углубляла свою болезненную истерику. И гувернантка, сторонница, мсье, скоро стала личным врагом матери, какая бы она ни была. Если это была немка, говорились обидности по адресу Германии. Если француженка, французский народ становился ареной едкости, и ему противопоставлялись немцы. Отец защищал мучениц, подливая лишь масло в огонь, и потом бежал в клуб. Оно и понятно. А гувернантке и мне бежать было некуда, и гувернантке не могли повлиять на меня, скорее, я мог влиять на них своим перепуганным видом. Потом появились француженки. Эти были, пожалуй, менее удачны, чем немки. Мадемуазель Марии, пиетически настроенная, суровая швейцарка, учила меня читать и писать по-французски, кричала, топала, в результате же я перепугался. Я получил пощечины за неверное чтение, пока прислуга, сжалившись надо мною, не рассказала матери о побоях, наносимых мне, я ж не умел жаловаться. Мадемуазель Марии попросили уйти. Мадам Тереза, сморщенная, седая старуха, на мои совершенно невинные глазения на нее, когда она одевалась, ведь я же привык видеть даму и барышень в дезобелье, делала мне замечание, когда женщина одевается, мужчина не смотрит. Я же ничего не понимал, да разве я мужчина? Она распевала со мной в Демьянове, и мы пели о Мольбруке. Вдруг открылась ее подозрительная связь с какой-то воровской ушайкою, она исчезла. После нее мадам Фюмешон, толстая старуха, впавшая в манию, не обращала на меня никакого внимания, все гадая на какого-то помещика, в которого она была влюблена, и он в нее. Фигурировала в ее рассказах злая разлучница, мать-помещика, раз она приказала мне играйте вслух. Я заиграл вслух, то есть я выборматывал какие-то глупости по-французски, расставив солдатиков. На самом же деле я играл под игрою вслух в другую, свою, замысловатейшую игру. Мадам Фумишон скоро исчезла. Я же продолжал врастать в свои чисто буддийские переживания нирваны и даже не заметил исчезновения мадам Фумишон. Прежде исчезновения эти переживались драматически, исчезновения няни, Раисы Иваны, Ноккерт. Теперь я уже понимал, что все суета-суета и всяческая суета. За этот период огромным событием было мне подслушивание чтения взрослыми призраков Тургенева. Я ничего не понимал, кроме одного прекрасно, а что прекрасно не понимал, когда кончили, я врев, еще, еще, еще читайте. Не понимая сюжета призраков, я понял ритм образов, метафоры, понял, что это как музыка, а музыка мне была математикой души. Также я еще ранее понимал стихии Эйхендорфа, Гейна и Гёта, то есть феномен искусства понятен был мне. Вернувшись позднее уже к призракам, я не понимал, что же меня, ребенка, в них восхитило. Они разыгрались во мне с невероятную силой, с нетургеневской силой, именно призраки Тургенева мне особенно чужды теперь. Может быть, в этом отчуждении есть досада, что они, пленив младенца, разочаровали юношу, также пленяли меня сказки кота Мурлыки, и также я был обижен позднее, что они не соответствуют воспоминанию о них. В детстве я понимал, не понимая сюжета, и даже неясно понимал, что сюжет, смысл, рассудочный, нужен для понимания. Лозунг Лерлена, требующий музыки слов, самоочевидность младенчества моего, а не лозунг снобаэстета. Я и до сих пор не понимаю, когда не понимают феномена художественности, ведь понимают же этот феномен в чистых звуках. Разве нужен сюжет для соната Бетховена? Мне нет дела до того, что Бетховеном примышленно к музыкальной теме, а она понятна, когда она действует, волнует сердца. Я и до сих пор в процессе творчества не думаю о сюжете, все усилия направляя к выявлению своих критериев художественности. Понятно, когда волнует, как музыка, и непонятно, если пересказ, отняв музыку, становится слишком ясен, обидно ясен. Стоит только отдаться художеству и недопонятой рассудком понятно сердцу. Ведь не относится же к звукам рояля, как к постукиванию костяшками счета цифру. На сколько у вас тут настукано? На 25 рублей. А, теперь понятно. А вот музыка стучит, стучит, заставляет и сердце стучать, и пульс, и непонятно, насколько она настучала на тысячи или на медный грош. Вероятно, на медный грош. Замечательно. Когда потом я читал трактат Ганслика о прекрасном в музыке, то я нашел в нем ощущение детства, отвлеченно оформленными. Сравни запись белого об октябре 1900 года. Читаю Ганслика и очень волнуюсь им. Смотри, Ганслик Эдуард о музыкально прекрасном опыт поверки музыкальной эстетики с немецкого перевел Ларош, издание Второе, Москва, 1910 год. Вовсе другое, но такое же сильное впечатление на меня произвел Давид Копперфильд Диккенса. Первый роман про слушанные при чтении его вслух мамы прекрасной чтицы. Вскоре потом мне читали Пиквика с той поры Диккенс мое перманентное чтение, и теперь я читаю Диккенса. В последний раз я читал Давида Копперфильда в 1927 году. Первый раз Прослушал в 1887 40 лет читаю этот бессмертный роман, и в каждом повторном чтении открываются новые и неусвоенные оттенки. На этом чтении еще раз видишь, что в художественных произведениях что или смысловая тенденция не более одной десятой полного смысла, девять десятых лежат в как выполнении. Знаешь, как свои пять пальцев в фабулу Копперфильда, и снова путешествуешь по изученным пространствам романа, художественные произведения, как красоты природы. Последние мало просмотреть, надо около них набраться сил. Знаешь, горы Кавказа, тем с большую радостью к ним влечешься. Меня ужасает забота о количестве художественных продукций, вся суть в качестве. Три романа Диккенса значат больше, чем триста романов с пониженным качеством. Семи лет мне зачитали серию книг из пресловутой Библиотек Росс по-французски, потом я уже сам зачитал для себя. Иные из произведений Сегюр меня заставляли рассказывать почти на зубок для упражнения в стиле языка, но вынес я немного из этого чтения. Любопытно французской грамотой я владел с необыкновенной легкостью, тому причина не мать учила меня, а гувернантка. Перед матерью преподавательницей я испытывал тем больший ужас, чем большую любовь испытывал к матери чтиться. Высшим наслаждением было мне ее чтение вслух, ее ярко-художественные рассказы, воспоминания ее детства, об ее впечатлениях жизни в Петербурге и о певце Фигнере, которого я стал заочным поклонником. Однажды даже я заявил всем «Ухожу от вас!» Куда, Боренька? К Фигнеру в Петербург. Мать впоследствии передала это Фигнеру, и он ответил через нее, что всегда рад меня встретить. Мать каждую зиму уезжала месяца на полтора в Петербург к подруге, вышедшей замуж за оперного певца Чернова. И тогда в доме наступала тишина. Но и дело скучно. Мать вносила в нашу жизнь тревоги и бури. Но выдавались дни, когда настроение ее прояснялось, и она принимала с меня баловать, играть и шалить со мной. Мои шалости были нервно-порывисты, я, собственно говоря, не умел шалить. Увидав балет в Большом театре, я начал подражать танцорам и танцоркам, и в этом подражании изживал потребность к движению. Вообще же шалости мои были невинны. У меня не было злых намерений подкузмить, подвести, как у Коли, староженка. Меня можно было смело оставить одного, ничего бы не произошло, и игры мои были тихи и задумчивы. Они были более головными играми, чем играми мускульными, кипело воображение, а на внешний вид я играл чинно. У меня не было и ненависти ни к кому, я едко критиковал многих, но не нападал активно, а скорее с горечью отходил от того, что мне не нравилось. Более я боялся, чем не любил. Не любил определенную крестную мать, Лесковскую и Янжула для двух-трех профессорш. К тому времени мне было прислугую внушено, что Маруся Стороженко моя невеста. Я поверил этому. Я убедил себя, что в Марусю влюблен, даже сообщил это Маруси. В этом сообщении было много наивного, а в игре в любовь это и все было легко, певучее и чисто. Стороженковская няня, Катя, да и все в доме у Стороженок были посвящены в эту детскую игру между нами. В ответ на мое заявление о том, что я Марусин жених, Маруся ответила мне, что ее жених не я, а леди Сизов, сын Владимир Ивановича Сизова, заведующего историческим музеем. Чем дело я ограничился? Детское общество я узнал только через Стороженок. Когда меня приводили к ним, я у них встречался с сыновьями Якушкина, Христофоровой, с Леди Сизовым, с Женей Иванюковой и с Варей Кабановой. Вообще же дети играли малую роль в моем детстве. Чаще я боялся детей, особенно я детей боялся в Демьянове, там я был самый младший. Мне в удел доставалась Вера Владыкина, самоверенная девчонка, прибиравшая меня к рукам, я был, так сказать, приперт к ней. Демьяновские дети ее ненавидели за строптивый нрав, а меня угрожали убить и аскальпировать из-за длинных волос. Особенно неумолима была бедовая четверка пританеевских мальчиков, состоявшие из Павлуши Танеева, Миши Бармина, Жени и Лелии Бутлеров, все старше меня года на два, на четыре, а то и больше. Двойственный Вася Перфильев, когда ссорился с Танеевыми, то появлялся около нас с Верой, стоило его поманить, и он мгновенно делаясь ирокезом, так же, как и все прочие, начинал ползать за мной по кустам. Высшая мечтой моей было попасть в индейцы к старшим мальчикам, но мне заявлялось, что, во-первых, меня нельзя брать в игру из-за длинных волос, во-вторых, если я стану индейцем, то за кем же они будут ползать и кому угрожать? С Верой Владыкиной шутки плохи, она подымет скандал на весь Демьяновский парк. Я не очень тянулся к Вере. Вера, бойкотируемая за нрав, сама заводилась около меня. Я ей был удобен, потому что я подчинялся. Подчинялся же я, потому что, подчиняясь, вовсе не играл в то, что мне навязывалось с другими, играя про себя. Но в тот период я так свыкся с положением своей зависимости, что ниоткуда не ждал сносного отношения к себе. Покорность моя от продуманного до конца знания, в этом мире нет свободы. Передо мной отовсюду выступала слепая воля, то под формой материнской власть, то под формой власти среды, то под формой временного и сравнительно удобоносимого летнего ига веры владыкиной. Вот еще повод, почему позднее я клюнул на раздвоение Шопенгауэра «мир, как воля и представление». «Мир есть мое представление», — говорила детская я, сжимаясь в точку постельки. «Выход из постельки» означал, «ты вступил в царство слепой, внутренной, животной воли, здесь не ждится лесообразности, здесь царство безмыслия, царство слез и обид. Вот основные линии моего бытия до восьми лет, они скудны. На все я смотрю из-под флера скуки, ни о каких надеждах не может быть и речи, день пережить, да и в сон». Когда мне минуло восемь лет, отчасти был снят карантин с отца, и он был подпущен ко мне в качестве преподавателя основ арифметики и грамматики, но только отчасти. Наступал болезненный припадок у матери, и она, забыв о разрешении отцу меня учить, а мне у отца учиться, подымала прежние гонения на прежде временное развитие. В этих условиях было мне пыткой готовить уроки отцу, и я забирался в темные уголки, чтобы не попасться на глаза с грамматикой Тихомирова или с арифметикой Бугаева. Учил уроки я кое-как, с оглядкой, со страхом. Кроме того, я не мог усвоить абстрактных определений, предложения, существительного, прилагательного. В конкретном разборе я во всех этих категориях разбирался, но я не понимал схоластики отвлеченного определения. Мой опыт с учением мне показал, что детей надо знакомить с абстракцией гораздо позднее. После пятнадцати лет я сразу получил вкус к строго логическому ходу мысли, я шел первым по логике. Логизирование в моих ученических сочинениях удивляло учителей, но до пятнадцати лет я был необыкновенно туп для всего абстрактного и живоумен во всем конкретном. Как тринадцатилетним я не мог понять тонкости в развлечении генетивуса субъективуса от генетивуса объективуса, хотя я твердил «А морды и любовь к Богу, любовь к Богу». Так точно девятилетним я ломал голову над утонченностями абстрактных определений, а отец требовал от меня именно четкости в формулах. По утрам он не раз кричал на меня «Как же ты так, Боренька, эх, ма, голубчик!» В ответ на что поднимался голос из комнаты матери «Не смей учить» или «А математике учишься? А музыке не хочешь учиться?» Уж какое учение тут! Опыты этих уроков с отцом лишь углубили уверенность во мне «Я бездарен, наука не для меня. Особенно мучила меня двусмыслица моего положения. Формальное непрепятствие отцу меня учить при реальном запрещении мне сидеть с учебником. Отец, непосвященный в трудности мне ему приготовить урок, опять-таки требовал знания на пять с плюсом, я же, дрожа предысториями между отцом и матерью, должен был скрывать от него трудности приготовления ему уроков. В опыте этой зависимости от ненормально создавших соотношений между двумя по существу прекрасными людьми я получил опыт своего пролетарского бытия. Кем был я? Рабом прихоти и отвлеченных абстракций, делавших различные эксперименты над живой моей жизнью. Я видел свою зависимость, я ее критиковал, а избавиться от нее не мог. Поэтому очень рано я всею душою понял прислугу в нашем доме, ее положение было всего понятнее мне, но она имела возможность избавиться от иго нашего дома. Не раз слышал я, барыня, пожалуйте мне расчет, а я, разве я мог сказать, папа и мама, пожалуйте мне расчет? Прислуга переживала рабство в условиях девятнадцатого столетия. Я в ряде отношений переживал древнюю форму рабства, политического бесправия и проданности в рабы. Мое позднейшее сочувствие пролетариату коренится в воспоминания о своей жизни от пяти до одиннадцати лет. Считаю поступление в гимназию началом ликвидации рабства. С той поры, как функции воспитателей перешли к педагогическому совету Поливановской гимназии, воспитанник Бугаев уже получил некоторые права. К этому времени относятся первые полуосознанные переживания пола на почве моего купания и мытья в бане с дамами. Когда меня мыли в бане молоденькие горничные, мне делалось неловко от смутных вздрогов пола во мне. Я считаю, что после девяти лет негигиенично мальчикам купаться с дамами, а меня заставляли проделывать это до двенадцати лет. Избавительница В 1889 году я с наслаждением прослушал князя Серебряного и с наслаждением коснулся песен Оссиана. Князь Серебряный повесть времен Иоанна Грозного 1862 год исторический роман Алексей Константинович Толстого Сравни запись белого о весне 1889 года Мама заболевает ревматизмом и больная вслух читает князя Серебряного Я присутствую при чтении Мое увлечение князем Серебряным Поэм Оссиана 1765 год Цикл произведений Джеймса Макферсона 1736 1796 годы приписанный им легендарному шотландскому поэту третьего века Оссиану И весной этого же года наступило радостное событие чреватое будущим Около меня появилась мадмазель Белла Роден по отцу француженка по матери немка Она прожила четыре года доведя до второго класса гимназии Она стала другом впервые до нее не было друзей Кабы не она Чем бы я стал Белла Роден была гувернанткой Белого с мая 1889 года до осени 92 В письме к Иванову Разумнику от 1-3 марта 1927 года Белый отметил ее определяющее воздействие на него в конце 1880 годов Сравни запись Белого о лете 1889 года Нежная дружба с мадмазель Роден Мне кажется что только она одна меня понимает Мадмазель Белла не соответствовала своего имени Наружностью она была не Беллой а Бетой Но умные серые понимающие меня без слов глаза ее были дороже мне всех красот Они теплились серьезной любовью серьезной сознательностью на меня обращенной Из всех гувернант она-то и была педагог До нее я рос заброшенным Гувернантки учили меня под шарком и тому как сидеть за столом и держать ножик свилку мадмуазель так я ее называл прочитала серьезную драму маленького человечка и протянула ему как взрослому руку помощи с ней я забыл что я маленький и оттого лишь с ней я был маленьким без кавычков с ней одной не ломался я в нашем с ней забвении о всяких воспитательных критериях в ее постоянном подчеркивании мне что я и сам все понимаю и заключалось мое спасение она начала расколдовывать мою душу оцепеневшую ненормально как улитка годами таился я в своей скорлупе когда мы оставались вдвоем то улитка выползала из раковины сколько ее споров я выслушал с иными из глупых взрослых при мне и объяснявших какой я отсталый ребенок с каким негодованием почти смукую она давала глазами понять что при мне таких разговоров вести нельзя она схватывала меня прижимала к себе и гладя по голове бросала непрошенному психологу оставьте он все понимает вот вы не понимаете ничего и потом она успокаивала меня не верьте бобенька глупым людям она обращалась ко мне на вы называла же меня бобенька и молами ум ее сказывался в том что она не замазывала мне бестактных слов обо мне она одна знала что такое замазывание и без про ко и вредно что я все вижу и лучше критиковать действительность нам вдвоем чем мне забиваться д実際 подпо подполь но наблюдая мои нервные гримасы на людях она не выдерживала и когда мы оставались вдвоем она упрекала меня я вас не понимаю для чего вы ломаетесь вы делаете все чтобы вас подумали с самой худшей стороны зачем это ломание под дурачка вы и совсем другое. Увы, ей не было до конца ясно, что без поддурачка мне никогда нельзя было прожить. Поддурачка! Водолазный колокол, надев который я утопал в океане, не внятится. Потом колокол стал привычкой. Привычка ко времени появления вадемуазель уже вогналась в инстинкт, а с инстинктами трудно бороться. С первого нашего лета в Демьянове мы прочно задружили. Летняя ига Веры Владыкиной превратилась во влюбление Веры в умную мадемуазель, взявшую Веру под свое покровительство и заставившую считаться со мной. По отношению же к меня, истязавшим мальчуганам, она взяла иной курс, она вошла с ними в дипломатические сношения и выработала конституцию моих игр с индейцами. Я благодаря мадемуазель был принят в компанию мальчиков. Расширились мои социальные связи и углубилось индивидуальное общение со старшим другом. С мадемуазель мы играли вдвоем. Она была не прочей порезвиться, но в меру. Но центр общения, доверия, которое она мне оказывала, она редко следила за мной. Она мне объясняла, что так, а что не так, и, объяснив, отпускала на все четыре стороны. Я оценил это доверие, я боялся его нарушить. С ней начинаются упоительные чтения вслух романов Жюль Верна, Майнрида и Купера по-французски. Это чтение длится из года в год. Она всегда озабочена выбором новой книги. Почти не давая уроков мне, она вводит меня в миры путешествий, знакомит с географией и этнографией, добивает, чтобы мне купили географический атлас, заинтересовывает коллекции иностранных марок. Хижина дяди Тома. Деомичис. Биографии ученых. Чего только мы не перечитали с ней. Хижина дяди Тома. 1852 год. Роман Гарриет Бичерстоу, многократно издававшийся в русских переводах в 1870-е-1890-е годы, в том числе в обработке для детей. Подразумевается повесть для детей Эдмондо де Амичиса «Сердце», 1886 год, получившее мировую известность. С ней я впервые прикоснулся к культуре. Главное, формальные уроки она сводит к минимуму. Мать, видя, что я не сижу, уткнув нос в учебник, доверяется ей и не преследует преждевременном развитии. При мадемуазель я начинаю много бегать и лазить по деревьям. Из меня вырабатывается великолепный лазун, и вдруг обнаруживается подлинная гимнастическая ловкость, предмет удивления мальчишек. Она добивается того, что по воскресеньям нас с ней отпускают в немецкое гимнастическое общество, и я два года еще до гимназии и марширую, и прыгаю, и упражняюсь на барах. Впоследствии отроком я щеголял различными фокусами на трапеции, быстротой бега, высотой прыжка, умением ходить с зажженной лампой на голове и влезать на четыре поставленных друг на друга стула. Толчок ко всему этому, мадемуазель. С осени 1889 года передо мной углубляется собственный мир, мир дремучих лесов. Я, кожаный чулок, испытываю невероятные приключения в лесах около озера Онтарио вместе с моим другом Деловаром Чингачкуком. Леса — комнаты нашей квартиры в часы, когда родителей нет дома. Это часы от двух до пяти. Мать на Кузнецком, отец в университете — все комнаты в нашем распоряжении. Моя игра разрастается, захватывая за днем день, и уже не оканчивается. Я всегда озабочен с чинением фабулы происшествий в американских лесах нашей квартиры. Где я? Что делаю? Кого выслеживаю? Какие козни строит против меня магуастроглазая лисица? Мне кажется, в этой игре, в продумывании ее фабулы, и началась та линия, которая в будущем вытянулась в писательство. В этот сезон я упражняюсь в сюжете и в приурочивании предметов комнатного обихода к предметам ландшафта лесной природы. Дверь детской, на которую я выучился влезать и сидеть часами верхом на ней, скала, высоко приподнятая над лесными чащами и недоступные врагу. Лишь сидя на ней я в безопасности. Спустись в леса, там рыщут гуроны, враги мои. Взобравшись на дверь, я часами задумчиво выглубляю фабулу своей игры. В ней вырастала необходимость переработать всю обстановку комнат, каждое. Многоверстный район, которого топография мне известна. Самое дремучее место леса — гостиная, зеркало — падающий водопад, красный комод — гранитная гора. У меня множество заданий. Все мелочи, события, квартиры переложить в игру, скажем, звонок. В передние появляется Леонид Кузьмич Лахтин. Тотча же возникает вопрос, что это значит? Ага, посол Атгуронов, держи ухо востро. Если это профессор Алексей Петрович Павлов, то союзник, доловар. Сидя верхом на двери и ногами раскачивая ее, я учитываю создавшиеся положения и принимаю решение, потом уж спускаюсь в лес. У меня впечатление. Сезон 1889 года... Я просидел на двери, в думах о сюжете. Отец, мать, близкие так привыкли меня видеть сидящим верхом на двери, что и не делали замечаний. Дверь — мое кресло. Это игра упоительна. Вообще жизнь начинает мне улыбаться. Умная мадемуазель, друг дома, своя. И отец и мать, поручив меня ей всецело, уже не ссорятся из-за меня. А учиться с мадемуазель — одно восхищение. Это же игра, а не учение. И здесь мне все дается легко. Я сперва отыскиваю на карте Северной Америки область озер, где он бродит, он субъект игры. Потом заинтересовываюсь уже всей Америкой. Потом интересует меня, как попасть в Россию, и я в России. Незаметно земной шар мною изучен, и мы с мадемуазель загадываем ряд кругосветных путешествий. Вслед за физической географией заинтересовываюсь я и политической. Государство, народонаселение, столицы, количество жителей, армии, флот — все входит в сферу моих интересов. Но я ничего механически не заучиваю, а стараюсь узнанно ввести в игру и в упражнениях над расширением сюжета игры. Я владеваю фактами. Кожаный чулок, одно из имен охотника Натаниэля Бумпо, другие имена Зверобой, Соколиный глаз, Следопыт, Длинный карабин, главного героя романов Джеймса Феннемора Купера, Пионеры, 1823, Последний из Магикан, 1826, Прерия, 1827, Следопыт, 1840, Зверобой, 1841 годы. Сравни записи Белого, характеризующие 1889 год. Мне подарили кожаный чулок Купера. Мои увлечения и игры в индейцы. Я воображаю себя кожаным чулком. Январь. Увлечения Купером. Ноябрь-декабрь. Издание, которым тогда пользовался Белый, скорее всего, Купер, кожаный чулок, «Пять рассказов», «Переделка для юношества», «Шмидт Московитиновый», «Роговый», «Санкт-Петербург», 1885 год. В книгу вошли эпизоды из всех пяти романов Анатаниэля Бумпо. К середине зимы меня везут в Малый театр. Везут на детскую елку в благородные собрания. Я встречаю Новый год шампанским. Тут отец заболевает травматизмом и омрачается быт нашей квартиры, но болезнь благополучно заканчивается. Конец зимы окрашен мне чтением арабских сказок и чтением ряда мифологических книг для детей, и некоторое время я переполнен событиями греческой мифологии, опять-таки овладевая ими в играх. Я разыгрываю миф о Езоне, о Баргонавтах, о Персеи. С особенным вдохновением совершаю я двенадцать подвигов Геракла. Над всеми играми добрый Евгений Покровитель, мадемуазель. Весной отца назначают председателем экзаменационной комиссии в Одессу. После Одессы родители собираются на все лето в Крым, Демьянова ликвидирована. Меня же с мадемуазель решают завести в городище под Киевом к племяннице отца Ф. Мое первое путешествие Москва-Киев волнует меня. Я липну к окнам вагона, вбирая в себя смену климата и удивляясь белым хаткам Украины. В Конотопе к нам в отделение входит седой, веселый, высокий старик с взъерошенными волосами и седой бородой. Увидев отца, он делает необыкновенные театральные жесты. «А, Николай Васильевич!» Между отцом и ним завязывается веселый, живой разговор. Старик шутит, громко смеется, с театральными жестами откидывается и, кажется, декламирует что-то. Старик мне очень нравится. Время с ним летит незаметно. Я узнаю, что это писатель Григорович. Он скоро сошел, не доезжая до Киева. Когда потом я увидел Григоровича на портрете, то я сразу узнал его. Он запомнился мне, точь в точь таким, каким изображают его. Киев меня поражает горами, лавры, садами при домах и кучей родных. Четыре тети. У каждой дети от взрослых до почти моего возраста. Это все двоюродные сестры и братья. И я усиленно бываю у тети. Все время проходит в знакомстве с родственниками. Мадемуазель я почти и не вижу. Она проводит все время со своими родителями, живущими в Киеве. Я поражен изяществом ее брата, мсье Жозефа, служащего в каком-то банке. Он производит впечатление красотой, светскостью, умением очаровывать. Впоследствии он стал одним из директоров Крэйди Леоне. Сделав в Париже большую карьеру. И я слышу, что сестра мадемуазель, мадемуазель Сесиль, гувернантка у детей известного киевского адвоката Куперника. Я слышу о девочках Куперник, о каких-то несчастьях и семейного положениях. Но все это смутно. Внимание мое! Перевлечено на родственников. Мне очень нравятся веселые и относительно молодые тети. Тетя Саша и тетя Анюна, с которой дружит мать. Удивляюсь, седой и почтенной тети Марьянни Арабажиной и стареющей, строгой и красивой тети Варе Кистяковской. Поражает красивый и чернобородый двоюродный брат, уже доктор Александр Федорович Кистяковский. И красивый, элегантный, оставленный при университете, двоюродный брат Костя. Позднее профессор Арабажин. Нравится его сестра, красивая и веселая милочка, которая возится с нами, с ребятами, будущая жена профессора Переца. Киев прошел как сон. Выиграх в саду у тети Кистяковской и в саду у тети Саши Ильишенко. И мне не хочется вырываться из этого веселого общества в незнакомые городища, где нас ждут. Мы все-таки приезжаем туда. Муж двоюродной сестры там главный управляющий 12 экономий, составляющих 60 тысяч десятин одного лишь имения Балашова. У Балашова несколько таких имений. Главный управляющий всех управляющих живет в Петербурге, отсюда совершая объезды по губерниям Балашовского государства, а Балашов, кажется, живет за границей. Сразу же не понравилось в городищах мне. Не понравился грубый циничный Эф, муж моей тоже двоюродной сестры. Эта сестра по возрасту тети мне, она сухая, неласковая, и я уже вижу, что мы с ней не наладим никаких отношений. Мадемуазель грустна. Действительно, когда уехали родители, атмосфера чужих и чужих, косо на нас глядящих, дала себя знать. Стало и жутко, и неуютно, и, главное, даже негде гулять. Городищенская усадьба — дом, сад, весь какой-то пропыленный и со всех сторон обложенный грязными домиками пыльного местечка, обитатели которого с ненавистью косились на Эф. Кулак Эф в виде психического нажима я испытывал все время. Тут мне впервые прорезалась тема об эксплуатации богатыми бедных. Это разговоры мадемуазель с задружившей с нею, кажется, домовою портнихою Марии Казимировной, если память не изменяет мне. И я уже смутно начал понимать, к кому относились кулаки, поднимаемые в спину нам, когда нас везли в экипажа управляющего. Не к нам с мадемуазель они относились, а к Эф. И я сочувствовал поднимающим кулаки. Не стану распространяться об унылом отсиживании в городищах мая и июня. Одно утешало меня. Открытый в наше распоряжение шкаф, набитый журналом вокруг света, который я перечитал за ряд лет Каборио, Луи Буссонар и другие романы путешествий и приключений, ознакомили меня и с Центральной Африкой, и с Гвианой, и с трущоб меряки Амазонки, помнятся мирские захребетники Богданова. Положили начало скорому увлечению единствознанием. Но чтение взасос не заслоняло печального для меня факта. Меня здесь не любят. Мы с мадемуазель в тягость, нам это подчеркивают. Более того, каждый мой жест, каждое мое слово истолковывается в самом обидном для меня смысле. И я слышу сравнение меня с дочерью Эф. Какая та умная, и какой я неразвитый дурачок, почти идиотик. Услышав эту творимую легенду, я впал в свое нервное озорство, ломание от внутреннего перепуга, и все пошло из рук вон плохо. Грубый Эф вызывал меня к своим гостям, демонстрировать им идиотика, и обращался ко мне с такими оскорбительными вопросами. «А скажи-ка, если тебя разрубить пополам, будут ли два бореньки или один?» Я дрожа от обиды и оскорбления. Ибо знал, что вопрос демонстрации моего идиотизма бросал истерически и назло. «Будут нас двое!» Мадемуазель в ужасе. «Что вы делаете? Зачем вы лжете?» «Видите!» — с торжеством демонстрировал меня гостям мужлан Эф. Мадемуазель люто его ненавидела из-за меня. Она писала отцу о том, что пребывание нас в городищах оскорбительно и для меня, и для отца, в ответ на что получилось письмо, чтобы мы немедленно ехали в Москву, но что по дороге мы можем заехать на дачу к Куперникам и провести несколько дней с мадемуазель Сесиль. Это в ответ на просьбу, мадемуазель. Я был мне себя от восторга. Я и потом не мог простить Эф циничного издевательства над беззащитным младенцем. И уже в бытность Андреем Белым, изредка натыкаясь в Петербурге на членов семейства, Эф не откликался на приглашение бывать у них в доме. В том доме, глава которого меня оплевывал ни за что, ни про что, когда я был беззащитен и мал. По дороге в Москву мы очутились в Боярках на даче Куперник. Помнится, что родителей не было там. Сам Куперник, кажется, был в Одессе. Помнится какая-то взрослая Геня, да мадемуазель Сесиль. И помнится кроткая, хорошенькая девочка, Асенька. Мне было весело, но я мало обращал внимания на обитателей дачи, им было не до меня. В доме была своя драма. Среди подростков появлялась и барышня в голубом платье, некрасивая, печальная, с грустными умными глазами. Ее называли Таней. О Тане много разговаривали. Мадемуазель Белла с мадемуазель Сесиль. В днях моей жизни, Татьяны Щепкиной-Куперник, я не мог найти признаков точного ее пребывания на даче в Боярках именно в дни нашей жизни там, около недели. Вместе с тем в июле 1890 года Татьяна Львовна должна была быть именно на этой даче. Из этого заключаю, что Таня в голубом платье и была будущей писательницей. Она описывает переселение свое с дачи на месяц поздней нашего посещения. Неделя, проведенная в Боярках после унылых городищ, принесла радость. Хорошо было слоняться в лесах и брать приступом дачный забор, неприступную крепость в моем воображении. Здесь мне открылось, что грядки подсолнечников, поля подсолнечников, полки и корпуса армии, которые я стал командовать. В городищах прочел я историю последней турецкой войны и узнал о победах Скобелева. Скобелев — это я же, а Боярки — театр военных действий, неделя, проведенная здесь, превратилась в ряд блистательных, грандиозных побед. Мне было не до обитателей дачи Куперник и не до Асеньки даже, когда я с утра объезжал корпуса, днем дирижировал битвами, уже охватившими район Боярок, а не только дачи. К вечеру собирался военный совет и решал события следующего дня. И засыпая, додумывал я события игры, по-своему переиначивая историю. Ко времени отъезда наши войска стояли уже под Константинополем. Я возвращался в Москву, покрытый лаврами, во главе всей армии, которой командовал. Вставал вопрос, как совместить историю моих американских приключений с новой ролью. Я не мог просто бросить свой миф, предстояло связать оба мифа. И я сочинил биографию. В молодости он, второе я, вел жизнь траппера в американских лесах, а, вернувшись в Россию, он стал служить в армии ко времени войны. Ряд успехов поставил его во главе войск. Возвращался он в июле 1890 года в Россию великим деятелем. Да, но история... Тут-то и начинается пересчинение истории, чтобы она соответствовала игре. Обнаружилось. Я и не Скобелев. Не было еще такого. Не было такой России до осени 1890 года. Скоро понадобились сведения о России для пересчинения истории, на мой лад. Через год уже я читал календарь Суворина, изучая статистику, структуру государственных учреждений, состав двора и главы, посвященные армии и флоту, мои ближайшие функции. И с той поры, в ряде лет с зимами, разрабатывал я план летней кампании. Летом вспыхивала война. Осенью же я возвращался в Россию, увенчанной победой. Первый мой триумфальный въезд сквозь Кремль с Курского вокзала был в июле 1890 года. Когда мы въехали в Спасские ворота, то грянул залп, и из орудий под воротами гремели камни пролетки. Период перманентной игры обнимает десятилетия. Она вторая действительность. В ней мальчик-герой. Установление связи между отдельными моментами нескончаемого сюжета, имеющего в своей сфере историю, вырабатывает во мне и контроль мыслей, и инициативу, которая вылезает в жизнь зрелой позднее уже, а поверхностному наблюдателю предоставляется зерца тихого и недалекого мальчика. И миф Ф о моем идиотизме имеет в видимости прочные корни. Мадемуазель знает, что это не так. Возвращаюсь к игре, чтобы, покончив с ней, к ней не возвращаться. Она длилась до времени серьезного изучения Шопенгауэра, милля и символистов. Попутно, ознакомляясь с героями истории, я их обирал, перелагая на свой лад. Он, выросший из кожного чулка, плюс Скобелева, скоро включил и Суворова. Путешествие в Париж в 1896 году было взятием им Парижа. Перефасоненная история 1812-1814 годов, но приуроченная к 1896 году. Ранее узнавший о подвигах Юлии Цезаря и речах сенатора Цицерона, я обобрал и Цезаря, и Цицерона. Но Римский Сенат изменился. Не Сенат, а парламент возник. Он вырвал его у правительства. Надо же было объяснить себе ежедневное посещение гимназии. Он ежедневно ходит в Сенат. И не урок, отвечает Спарты, а речь произносит. С 1895 года он быстро левеет. Продлись игра несколько лет. Он выступил бы в роли возглавителя революции, но он угас раньше. В эпоху моего интереса к буддизму, Индии, Шопенгауэру. Последнее его действие — перепресыщенный внешними лаврами. Он удаляется от мира, покупает земли в Белджистане и заводит сношения с ламами, индусами, чтобы разить английский империализм. На этом-то пути он и заинтересовывается ведантою и шопенгауэровской ее транскрипцией. Последние следы его теряются в слухах о нем, что он с головой ушел в авторство, пишет стихи, замышляет невиданные произведения, долженствующие удивить мир. Далее краткий перерыв — его нет. И тотчас же рождается Андрей Белый, тоже мое второе я. Веданто учение Упанишат в расширительном смысле — вся объективно-идеалистическая система индийской философии. Повторяю, постановочная арена продумываемой биографии, творимой легендой истории. И тут-то я опять совпадаю с Брюсовым. «Я составлял таблицы своей выдуманной истории», — пишет Брюсов. «Я же проигрывал собственную историю». Брюсов — математик, и я, внутренний музыкант, сказались в разном модулировании той же темы игры. Скажу, какая же это игра? Это проснувшийся интерес к широчайшим проблемам, еще превышающим силы моего интеллекта. Игрою я уже к ним подкрадываюсь, я покушаюсь по-своему их разрешить. Тут я символист, изучающий символизацию. Дана дверь детской, дана необходимость ей найти место в американских лесах. Вывод — дверь не дверь, а белая скала над вершинами леса. Вывод — я на скале. Так заводится привычка сидеть на двери верхом. В годах я непрестанно символизировал и доходил до большего и большего совершенства реализовать мои символы. Это сказалось позднее в том, что натуралистические образы в книгах моих выглядят как символы. И обратно символы мои ищут себе натуралистической подкладки. И когда я через несколько лет задумываюсь о символе, то мне ясно, что символ триада, где символический образ — конкретный синтез, где теза — предмет натуры, а анти-теза — сюжетный смысл, мне нечего сочинять символизм. Когда у меня многолетний опыт игры и ряд упражнений в символизации, она индукция из жизненных фактов. Я так увлекался игрой, что никакие иные игры не удовлетворяли меня. Ни горелки, ни казаки-разбойники, ни лото, ни мяч — то игры с правилами. Я отмечаю игру, разросшуюся в древо символической жизни. Побег древа привез я из боярка. Не будь, мадемуазель, не процвели бы и игры. Она создала свободу игры. Никогда не пыталась узнать суть ее. Видя, что я, слезая с двери, беру атлас и пристально его рассматриваю, она догадывалась. В целях игры я делаю это. Она доверяла фантазиям игр, под синюю ее мужал. Я в играх. В октябре 1890 года я заболел легкую форму дифтерита. Мне помнится не столько болезнь, сколько Гоголь, которого начала мне читать вслух мать во время болезни. Гоголь — первая моя любовь среди русских прозаиков. Он, как громом, поразил меня яркостью метафоры и интонации фразы. Весь сезон 1890 года мать читала мне «Вечера» и «Миргород» поразил напевный стиль бульбы. Зима проходила легко. Ходила учительница. Мы писали диктанты и проходили заново арифметику. С мадмуазель шли занятия по французскому языку. Все давалось легко. С музыкой улегчилось тем, что мать изредка проверяла занятия с мадмуазель, которые я и проигрывал с сонатины Кюлау, Клюменти, даже матери выучил Варум Шумана. Уже два года шли споры, в какую гимназию меня отдавать. Мать стояла за гимназию Поливанова, отец — за первую казенную. Ему хотелось, чтобы я окончил ее, как и он, с золотой медалью. Он, не получавший четыре, а только пять, решил, что пять есть мой балл, что потом создал ряд затруднений. В тяжбе о гимназии права была мать. Я не мыслю себя ни в какой иной гимназии, кроме Поливановской. Один факт встречи с Поливановым считаю счастьем. Об этом ниже. Грот и Лопатин В этот сезон помнятся разговоры о психологическом обществе. Имена Грота, Лопатина звучат постоянно. У нас появляются эти гроты. Николай Яковлевич Грот, профессор философии, недавно появившийся в Москве, импонирует мне своей внешностью — красивый, бойкий, ласковый и какой-то мягко-громкий. В нем нет сковности математиков и нет пустозвонной фразы, столь характерной для иных из великих гуманистов того времени, нет в нем и чваной скуки, которую обдавал Янжул. Грот в это время живо интересовался рядом философских вопросов, делами психологического общества и выработкой мировоззрения. Он отходил от своего позитивистического «вчера» и, кажется, очень увлекался экспериментами общества, психологических исследований. Об этом обществе я слышу постоянно в связи с Гротом и слышу об опытах Шарко. Помнится, появляется Грот. И начинается разговор о какой-то причинности. Отец и Грот говорят трескучий, громко, жарко. Грот схватывается рукой за кресло и оправляет свои черные, как вороного крыло, вьющиеся волосы. Его приятная, мягкая борода, черно, оттеняет бледное лицо с правильными чертами, прямым носом, а черные глаза сверкают приятным одушевлением. Говорит он меньше отца, но говорит выразительно, мягким, отчетливым грудным голосом, переходя на теноровые ноты. Мне он представляется каким-то фигнером, пустившимся в философию. Я изучаю его непроизвольные, актерские, плавные, красивые жесты и еще более красивые позы. Склонится головою, опершись рукою о колено, поднимет голову, наморщив лоб, и задумчиво слушает, точно собирается спеть арию Ленского «Куда, куда вы удалили с весны моей золотые дни?» Выслушает, откинется в кресло, проведет рукой по кудрям, и все это красиво, и точно опять собирается спеть арию Ленского «В вашем доме». Заговорит жарко, убежденно, красивыми фразами. Одна рука делает плавные круги в воздухе, а другой схватывается нервно за ручку кресла. Вот он, забывшись, превскочит, а он не превскакивает. Говорит с жаром, с сердцем, а не забывается, как, например, мой отец. Грот-наблюдатель оглядывает в разговоре наш стол, и вдруг, выскочив из отвлеченности к маме с любезным житейским вопросом, чего математик не сделает, он как вопьется очковыми стеклами, так замерзнет, на стол и не взглянет. А грот стола оглядывает, выбирает морское печенье, заметит меня, улыбнется. Математик с утулой, сюрту как на вешалке, руки же потные часто, сопит и пыхтит. Николай Яковлевич эластичный, склоняется слева направо и справа налево красивыми позами, одет прекрасно в приятнейшем галстухе, выявляющем весь контраст его белого лица с черную, как смоль, бородой. И маме грот нравится, и ходит к гротам. У гротов не так, как у иных других, там и романцы поют, и рассказы рассказывают. Лев Михайлович Лопатин волнуется, а Владимир Сергеевич Соловьев заливается смехом. И разговоры о Соловьеве уже переползают из квартиры гротов и в нашу квартиру. Главное, оттуда заносятся в дом наш весьма удивительные и страшные разговоры о привидениях, об исключительных случаях жизни. Отец мой помалкивает о рассказах, а мать потрясена ими, оживлена и интересна у гротов. Я тоже потрясен и немного испуган. И через несколько лет, сунув нос в журнал «Вопросы философии и психологии», я начинаю оттуда вычитывать все, что касается гипнотизма. И одна из первых статей, мной прочитанных, — статья Петрово-Солового о телепатии. Но за всеми статьями этими чуется интереснейший грот. Пробую ребенком читать статью грота и натыкаюсь на уже знакомое слово «причинность». Бывало, сидит математик, рабея косноязычит. «Видите ли, Николай Васильевич, пси-фи?» Отец ему «трах-тарарах, тах-тах-тах, э-фи-и, кси-пси-фи, тарарах!» Ничего не поймешь. «Кси-пси-фи?» Не то спор с гротом. Хотя и тут многоякие виды причинности ползают. Но из этого получается произносимая мягко и громко душа человека. И грот мне овеян душой. Душевный такой, моложавый, красивый, бородка обстрижена мягко. Вполне философский, певец он, поет, что причинностью не объяснишь проявление души. Очень мама довольна. И я. Тетя Катя выглядывает из-за двери на очень красивого грота. Причинность же многоногую сороконожку видится. Эту последнюю знаю по атласу. Брррр! Как заползает гадина эта причинность. Нет, грот молодец. Что ее отражает? И с гротом я в этом вопросе всецело. Я против отца. Тот неясен. Зачем защищает причинность под форму сутулочи функциональной зависимости? Ох, эти функции! Видел листочки отца я, исписанные теми функциями. Многолапы, как насекомые, лучше без функций. Что функция или причинность? Кто скажет? И у причинности есть бесконечные звенья, как у сороконожки. На каждом звене пара лап. Понимаю, что тактика грота покончить с причинностью. Тактика же отца приручить ее. Папа хочет для этого дела призвать математиков, чтобы как дуров свиней приручили причинность они. Им не верю. Они косолапые. И как начнут приручать бесконечные звенья, причинность меж рук их, наверное, вышмагнет и между книгами спрячется, чтобы заползать у нас по ночам. Так бы символизировал спор отца с гротом. Метафизической позиции грота противополагал отец монодологическую. Последнюю понял гораздо позднее. Позицию грота же понял мальчонком. Встал на нее. Вероятно, детские восприятия споров оставили след, когда позже знакомился с статьями вопросов философии и психологии. Я искал статей определенного содержания, воображенного ребенком. Вот почему еще позднее я разделял взгляд на причины Шопенгауэра. Освобождение от причинности и законы основания познания было пережито за много лет до понимания этих проблем. А в основе переживаний фигура грота, поющая душа человека. Главное, грот так плавно поет, как и Фигнер, поет и печенье заметит. И на меня глядит одобрительно. А мой отец, зацепляясь за кресло, кидается странно на грота. Позвольте же-с, Николай Яковлевич, а перерывные функции на основании математики. Опять математика. Мама не верит. Не верю и я. Карандашиком он щекочет под носом у грота. Тот примет картинную позу, и мама довольна, и я, сам отец, остается доволен. Поговорили, да-с, с Николаем Яковлевичем. Грот красавец, а все же не ангел. Есть ангел, который мне видится фарфоровым купидончиком. Наверное, у ангела крылышки. Говорят же, ангел он доброты. Это Лев Михайлович Лопатин, которого Левушкою называют. Представляю его, ну, конечно же, с крылышками. А ангела, наконец, я увидел. И был потрясен. У него не крылышки, а оборотка козлиная, длинная, вносится в двери задорным тычком. Страшноватые красные губы, совсем как у мавра, очки и золотые, поднимешь овечьи глаза, не то перепуганные, а не то нас пугающие. Лобик маленький, головки маленькой, жидко прикрытый, с зализанными жидковатыми волосятами, слабые ручки, перетирающие бессильно друг друга под бородою протянутую. А идет с перевальцем, переступаясь без сильного плача, на бас хо-хо-хо, и расплачется дрябленько, жиденько, не то ребенок, не то просто козлище. Вот куша ангел! Первые впечатления от Лопатина двойственно. В ангела доброты не уверовал я, испугался его, и, не раз наблюдая его за столом, размышлял, не отчаянно ли ошибка, вкралась в репутацию ангела, добряка. Что странный человек, да, а что ангел сомнительно. Позднее ко мне повернулся он добряком, все расхваливал Бореньку за успехи в гимназии Поливанова. У Николая Васильевича превосходный мальчик. Позднее восьмиклассникам я логики учился у Лопатина, получая сплошные пятерки. Странно, у него было скучно учиться. Поливанов, преподававший логику в седьмом классе, логику мне зажег. Логика Лопатина мне вовсе потухла. Прошло еще два-три года. Лопатин стал яром уничтожителем моей деятельности. Отказался председательствовать на моем реферате, кричал по московским гостинам, всплескивая ручонками, «У Николая Васильевича сын декадент!» Еще позднее я, участник его семинарии по Леебницу, получал от него замаскированные уколы. Я был вынужден раз дать отпор ему. Он на отпор ничего не ответил мне. Был трусоват. Годы еще через три мы встретились в благодушнейший у Морозовой, где я встречался с ним почти до смерти его, до 1920 года, и впечатление двойственности не изгладилось. Наши позднейшие разговоры, признаться, не волновали меня. Переменялось ведь отношение к Белому у ряда деятелей, у профессора Хвостова, друга Лопатина, у Трубецкого. Морозова, у которой сидел постоянно, он была моим другом. Вот почему переменился Лопатин ко мне. Лопатин. Грот. Атмосфера психологического общества, охватившая отца с конца восьмидесятых годов до самой смерти, ходила на заседание общества. Возражать, спорить, проводить свою монодологию, с математиками не наговоришься. Янжол глух, гуманист и болтуныс. А Лопатин и Грот за словом в карман не полезут. Отец им свое, а не ему свое. О, интересно, точно, шахматные турниры с Чегорином. И я уже слышу какие-то другие фамилии. Аболенский, Герье, Сергей Трубецкой и Шишкин. Умница этот Шишкин. Шишкин — физик, читающий доклад в психологическом обществе. Однажды в нашей квартире раздается звонок. Я выбегаю в переднюю и натыкаюсь на громадную массу. Стоит гигант и слон толщиной. Борода огромная, белая, ниже груди. Такие же белые волосы разметены по плечам. Я потрясен. Все Саваофы, виденные мною на иконах, ничто по сравнению с Саваофом вот этим. Саваоф обращается ко мне с каким-то вопросом, а я слышу лишь громко взлетающий «Вав-вав-вав». Прислуга показывает на дверь, и Саваоф, припадая на громадную ногу, он оказался хромым, вваливается в столовую. Скоро я узнаю, что это Николай Иванович Шишкин, физик-философ, доказывающий свободу посредством механики. Умница, знаешь ли, радуется мой отец. Оказывается, Николай Иванович, учитель Поливановской гимназии, друг Поливанова, один из основателей гимназии. Реферат Шишкин решает мою судьбу. Меня отдадут в Поливановскую гимназию. Павловы, Церасский, Анучин, Столетов, Гончарова В этот сезон мне особенно начинает говорить профессор геологии Алексей Петрович Павлов, нынешний академик, посещающий моего отца. Он снизкивает мое расположение тем, что дарит мне прекрасные американские марки. Я удивлен и столь же обрадован марком, сколь доброму вниманию Алексея Петровича. Я не привык к конкретному вниманию профессоров. Янжула оскорбляет меня предложением взять у него грименек. Я не нищий, и на чай не беру. Староженко прищелкнет под носом с неизменным тарахтом. Кургашка? Так ведь для него Кургашка все. Лохтин, Младеевский и прочие. На меня нуль внимания. А Алексей Петрович, случайно услышав о том, что у меня коллекция марок, порылся в письмах своих и мне навырывал американских марок с кусками конвертов. Я хоть и ребенок, однако, понял конкретность внимания и с той поры записал его в число своих друзей. С той поры Алексей Петрович, изредка пересекая поле жизни моей, всегда мне является символом чего-то доброго, прекрасного, честного. С детства я полюбил его явления, вернее, кратковременные забеги к отцу. Вот растворяется дверь, и в комнату входит спешащий, немного подскакивающий походкой, весь протянувшись вперед, высокий, бледный, встрепанный, голубоглазый, немного подслеповатый профессор с ласковыми губами, точно припухшими из-под светлых усов и небольшой бороды. Рассеянно присаживается на кончик стула и, выхватывая какие-то бумаги из бокового кармана, начинает быстро, оживленно гудеть и паревывать густым молодым басом, спеша высказаться, а глаза умные, серьезные, смотрят из-под болтающегося пенсне, всегда в прищуре. Павлов имел вид невыспавшегося человека, не замечающего этого, и бодро, молодо, осмысленно несущегося из вихри дел, факультетских в вихрь дум, научных или обратно. А между тем в его рассеянности есть какая-то пристальность, рассеянность от прицела внимания, весьма конкретный предмет. Сидит, торопится, выкладывает отцу свои домыслы, а меня заметит, ласково улыбнется, вот и марки принес. А никто ему не рассказывал, что марки есть страсть моя, и что я люблю не покупные марки, а марки, вырванные из полученных писем, и мать заметит, и с нею тепло, сердечно, искренне переговорит. Знал я эти профессорские снисходительные разговоры с дамами, не прошедшими образовательного курса. Уноси ноги от такого внимания. А Алексей Петрович говорит с человеком, как с человеком, всегда в открытую, всерьез, со вниманием. С детства я полюбил бескорыстные явления у нас, Алексея Петровича, гудение его басы, его торопливость, посидит немного, а впечатление от него мне, ребенку, ворох, не все понимаю, а к чему не прикосняться, преинтересно. И отец говорит, умница, Алексей Петрович, прекрасный, благородный человек, талантливый ученый, и мать соглашается, милый Алексей Петрович, люблю Марью Васильевну. Марья Васильевна, супруга Алексея Петровича, известный палеонтолог. У меня с детства предбеждение против ученых женщин, а Марья Васильевна такая живая, чуткая, интересная умница, что явление ее у нас мне подарок. И Павловы у нас бывают, и мать бывает у Павловых, и Павловы совсем не то, что другие профессорские читы. Позднее, выросши, я понял, Алексей Петрович, ученый, специалист, работающий в науке, науке, отдавший жизнь, кроме всего, человек широкий, свободный, горящий без корыстием интересов. Он доказывает, что наука не суживает кругозора, а наоборот расширяет его и направляет взор к живым конкретностям жизни. Вот ж про кого не скажешь, что чудак. Не чудак, тонкий умница. И рассеянность в нем не смешна, а нечто само собой разумеющееся, рассеянность от пристальности, сосредоточенности, но итог ее непредвзятости. Алексей Петрович остался в памяти моей как непредвзятийший человек. Впечатление. Его квартира превратилась в продолжение палеонтологического кабинета, но и его университетский кабинет продолжения его квартиры. Марья Васильевна и тут, и там. Там научный друг Алексея Петровича, здесь друг жизни, в квартире Павловых, я не чувствовал никаких признаков того бытика, о котором у меня вырываются горькие слова. Быт, мещанство, чванство, традиции. Все это перегорело без остатка в горящей жизни супругов-ученых, и, глядя с стороны на эту жизнь, делается бодро, молодо, весело, прекрасные, плодотворные, конкретные жизни двух неразлучек. Марья Васильевна и Алексея Петрович. Или они работают в кабинетах, или отдыхают в путешествиях и научных экскурсиях. Кабинет не закрыл природы, и красота природы ворвалась в кабинет. Павловы, появляясь везде, нигде не зацеплялись за сплетни и душные мороки. Я ребенок, отрок, студент, декадент, писатель, мировоззритель. На протяжении многих лет никогда не менял моего детского впечатления от Павлова, подарившего американские марки, потому что он умел всегда как-то дарить мыслью, улыбкой, непредвзятым отношением к тому, к чему столь многие относились предвзяты. И, между прочим, он мог одарить пением. У него был хороший голос, и он приятно, не чинясь, как юноша, охотно соглашался пропеть роман с Игриком. Внутренне строгий к другим, еще более строгий к себе, он прекрасно, дельно, конкретно читал нам лекции по геологии, исторической, динамической, над принесенным им в аудиторию ящиком горных пород. Но я упрекаю себя в том, что недостаточно использовал эти интереснейшие лекции, редко бывая на них, оно и понятно. Ведь с третьего курса я лишь доканчивал естественный факультет. Философия, эстетика, начинающаяся литературная деятельность привлекали мое внимание, и, кроме того, химическая лаборатория отнимал очень много часов. И я, не будучи химиком-спецом, но проделывая необязательную работу, занятия по количественному анализу, занятия по органической химии, не мог иметь роскоши досуга для посещения всех лекций, и приходилось невольно выбирать. Но и простые заходы на лекции Павлова всегда много давали. А ясность и точность его требований весьма облегчали приготовление к экзамену у него, что я лично испытал. Тысяча страниц по геологии, пятьсот по динамической, пятьсот по исторической, одолевались с усилием, но вполне нормально. И спрашивал он, не гладя по головке, просто, благожелательно, не предвзят. Супруги Павловы мне казались вечно горящими, вечно спешащими, но всегда конкретными, вдумчивыми. Помнится, как тронула меня Марья Васильевна в эпоху моей максимально скандальной репутации, как позера и декадента нахала, участливым интересом к устремлениям тогдашней группы московских органавтов. — Ну да, — сказала она, — повторяется то же явление. Молодежь пробивает пути, ей не верят, ее травят. Ведь и мы, некогда молодежь, дрались за Дарвина так, как вы боретесь за новое искусство. Меня особенно тронуло неожиданное появление Алексея Петровича и Марьи Васильевна на моих воскресниках, где собирались молодые органавты и уже более старые скорпионы, Брюсов, Бальмонт и другие. Они явились весело, просто, по-хорошему. И с той поры, изредка появляясь на воскресеньях, они разделяли охотно для многих смешанные общества. Смешанные, потому что три четверти посетителей воскресников тогда гонимые и обществом, и прессовый символист. Помнится, Алексей Петрович пел Григана и хорошо пел. Веселый Галдеж не обрывался при появлении почтенного, но молодого духом и непредвзятого умницы профессора. Более того, Павлов меня расспрашивал о моих интересах и даже записывал кое-какие книги, которые я ему рекомендовал прочесть. Не забуду одну из последних встреч с ним, когда высказывались некоторые мысли о возможности палеонтологической психологии, то есть о возможности относиться к слоям полусознания и подсознания, вписанным в наши психические привычки как к ископаемым пластам. Его коллективы, как умницы, мне запомнились, и запомнилась непредвзятость, с которой он допустил возможность такого рода домыслов. С 1912 года я уже не встречал Павловых, но всегда радовался, когда вести о них доходили до меня. В этот период встает передо мной образ покойного астронома Витольда Карловича Церасского. Худой, высокий, галантный поляк, он с первой встречи не производил впечатления профессора, а скорее модного публициста, острого литературного критика, не без богемства, которого он не развертывал в почтенных гостиных, но мог бы при случае развернуть в кабаре. Я разумею, не содержание его бесед, чаще всего научных, но стиль целого, не профессорский стиль, а будто бы знакомый. В романах Пшебышевского появляются фигуры, подобные Церасскому, зарисованному извне. Его худое, протонченное, нервное лицо с умными, наблюдательными, далеко не добрыми глазами, маленькая светлая бородка, высоко закинутая назад голова на сухощавом, выточенном, длинном теле скорее вызывала впечатление какого-то польского деятеля искусств, Шармэра, которому, однако, палец в рот не клади, откусит, и кто его знает, может быть, он скрывающийся под маску и остряка бомбист, анархист, а может быть, наоборот, член святейшей иезуитской коллегии. Вид загадочной личности, но уютный. Он, как никто, умел брать гамму всех переходов от пленительного остроумного свеседника вверх и вниз, вниз до дамского угодника, дон Жуана, умеющего, где нужно проткнуть противника фехтовальную шпагой, умеющего, надев альма-виву, изменив беретом профессорское свое изможденное лицо, пропеет лунной ночью под чьим-нибудь балконом «Я здесь, сенезилья, стою под окном». Изможденное это сухое лицо с темными под глазами кругами говорил о бессонных ночах, а вот источник происхождения этой бессонницы неизвестен, просиживание или ночами над трубой у телескопа, или бессонные пирушки разговоры а-ля Homo sapiens Пшебышевского. Знали, что это астрономия, а не от кутежей? Ведь еще неизвестно, под каким аспектом глядел на звезды Цараски? И какие такие звезды эти? Кто-то его у нас называл звездочетом, и в нем было нечто от звездочета. Помню младенцем Седова Боредихина, которого называли астрономом, когда он переехал на Пулковскую обсерваторию, у нас появился остро-сухой и прытко-веселый Витольд Карлович, не как астроном, а как звездочет, и позднее мне с фигурой его в острой барашковой высокой шапке, напоминающей высокий колпак, связывалось скорее представление о средневековом астрологе, тем более, что он принимал эту кличку звездочет и легко ею как бы кокетничал перед дамами. Я воспринял его появление как нечто романтическое. Он, по-моему, должен был быть астрономом с фантазиями, с порывами улететь на луну, и вместе с тем он мне ассоциировался с поляком. Вот поляк, вот нечто вечно польское, а с вечно польским ассоциировалась мазурка, скепсис, лицемерие, талантливость, но немного и пустоцветность в самом блеске таланта. Такую имел я ребенком фантазию о поляке. Ребенку мне Цераски старался подмигивать и подщелкивать и всегда давал понять, что мы бы с ним, возьми я его в игру, могли бы доиграться до весьма интересных моментов. Это впечатление таинственной интересности все росло во мне по мере того, как я подрастал. Появление его я ждал, и он вызывал у меня большой интерес к нему. Мало кто мне так нравился, как Цераски. Цераски и Павлов, мои любимые профессора в детстве. И знал ли я, что такое прекрасное начало знакомства кончится так плачевно, что теза нашей встречи оборвется на анти-тезе без всякого синтеза, что воспоминание об обаятельном профессоре останется одним из горчайших воспоминаний, и что не без усилия вспоминая нашу последнюю встречу, я сдерживаю порыв искреннего негодования. Помните, как он усиленно звал мою мать на башню в обсерваторию. Приезжайте, когда хотите, выбирайте чистую лунную ночь, приезжайте без стеснения, я вам покажу звезды и луну. Мать так и сделала. В 1890-м или 1891-м году в одну из чистых лунных ночей она, взяв меня, поехала к Цераским на пресню, нас встретила разочарование или сухая и не очень приветливая мадам Цераская нам заявившая. Витольд Карлович сидит, запишись на башне и, вероятно, просидит всю ночь. И нельзя его никак известить? Никак. Он строго нам заказал раз навсегда. Только смерть да пожар предлог вызвать его. Даже если бы я заболел и смертельно, и то я не могу оторвать Витольда Карловича от его научных занятий. Мы посмотрели на окна. Ночь чистая. Счастье увидеть ведущую на звезду так близко в виде огромного купола и трубы под ним, вперенной с купольного разреза в небо, а надо ехать обратно. Вдруг входит Цераский высокой шапки колпаком с приподнятым воротником пальто, с фонарем в руке, такой таинственной, интересной. Оказалось, он забыл какой-то предмет и вернулся домой за ним. Увидав нас, он сделал одну из своих очаровательных поз, поцеловал ручку матери и воскрикнул «Вот ты прекрасна! Вы не могли выбрать ночи благоприятней! Сегодня луна такая, что о-о-о-о!» Помахал он рукой с фонарем и оборвал сам себя «Идемте!» Он таинственно вывел нас в сад и повел послепительно белые дорожки. Сбоку выселся маленький куполок маленькой обсерваторики. «Здесь сидит мой помощник Штарнберг», сказал Раски и повел прямо к большому куполу. Штарнберг впоследствии профессор астрономии, деятельный большевик и деятельный боец в октябрьские дни. Мы высоко поднялись по таинственной винтовой лестнице и оказались под куполом на самой вершине перед гигантищим телескопом. Здесь все манипуляции звездочета приняли фантастический отпечаток. Он что-то начал вертеть, и весь купол поехал вокруг нас своим прощепом неба к трубе, а труба начала подниматься. Более двух часов пленительный поляк, став пленительным звездочетом с непередаваемой любезностью и деликатным вниманием, показывал нам и Сатурн, и Вегу, и двойные звезды, и Луну по-всякому, сопровождая показ красочной лекции, доступной мне, ребенку. А как предупредителен было, показывая то или иное матери, он давал ей разъяснение одним языком, показывая мне, он менял выражения, интонации, как бы подмигивал, так, брат, вот если б не твоя мать, мы б с тобой вылетели в трубу и ринулись к звездам. И у меня создалось впечатление, что только мать помешала тому, чтобы Витольд Карлович мне предложил сесть к нему верхом на шею, и, ухватив меня за ноги, добрым конем ринутся из прощепа купола к звезде Веги, полумрак купола, черная сухощавая фигура Церасского в колпаке, качающийся в Евруке фонарь, усиливали впечатление. Таинственность звездочета и интерес к нему выросли после этого посещения обсерватории. Прошли годы. Я студентам, бывало, видел Церасского в толпе студентов и профессоров, пересекающим серый коридор из большой математической аудитории в профессорскую. Он казался еще суше, еще истомленнее. Цвет лица его стал зеленоватый, нос застрился, круги под глазами увеличились вдвое, бородка уменьшилась. В ней появилась седина, какой-то средневековый аскет с надменной позой бретера, строгое, злое, протонченное лицо. Разглядывая его, я думал, что было бы, если бы Цераский встретился в гостиной со Станиславом Пшебышевским, он, вероятно, очаровав Пшебышевского, последовал бы за ним в пивную подглядеть за стаканом пива подноготную Пшебышевского, чтобы на другой день с характерным надменным закидом головы подписать свою фамилию под адресом, выражающим просвещенные негодования его всем этим жалким декадентом. Я думал, Цераский, вероятно, умеет со всяким шутить, как кошка с мышью. Мышка, дама, журналист, студент, ученик, декадент, кто угодно, и в нужный момент умеет ловко в игре перекусить горло. Он, думал я, умеет наступать на мозоли не так, как ины, не невзначай, узнает, на каком пальце мозоль, и потом, проходя с легким, невнимающим видом, пристукнет мозоль, не пятку, а гвоздем каблука, и даже не повернет головы на вскрикболь. Таким он мне виделся, когда он в аспекте профессора выходил из аудитории. Уже не очаровательный поляк, а из меди вылитый римский полководец, типичное латинское, а не славянское лицо. Прошло полтора года, вышла моя симфония, псевдоним открылся, я стал декадентом, густой взвой брани стоял вокруг меня не только сверстников, не только публицистов и газетчиков, но и большинства, тех, у кого я осиживал на коленях. Иные из профессоров, учителей провожали меня сердито возмущенными глазами, но не цераски, любезно раскланивавшийся и менявший витримского полководца на персонаж из романа Пшебушевского, Григорий Алексеевич Рачинский, с которым недавно я познакомился и который одним из немногих сказал «да» моим стремлением, при встречах все-то подмигивал мне. Обратите внимание на профессора Цераскова, он очень многое понимает, или Цераски тот умница. На лекции Каспировича, поляка-модерниста, я к изумлению среди декадентской публики встречаю поляка Цераскова. В перерыве увидев меня, он подходит ко мне и точно подмигивая, говорит «Знаете что, я хотел бы с вами поговорить. Пойдемте-ка после лекции в пивную, выпьем бутылочку, за бутылочкой поговорим». Я был сердечно тронут внимания высокоуважаемого профессора такого надменного университета выпить бутылочку со студентом, да еще проклинаемым декадентом, но я никак не мог удовлетворить это желание ввиду присутствия матери, не допускавшей, чтобы я посещал пивные, главное, у меня не было ни гроша денег, а как признаться профессору в таких мизерных интимных обстоятельствах? Я, сконфузившись, пробормотал отказ и не забуду пристально сухого латинского взгляда, с которым звездочет молча отошел от меня. Мне стало неловко, точно я сделал какой-то гадкий поступок, но взгляд профессора был только еще нажимом, мозолей, носком, каблук ждал меня. Через два месяца умер отец. Мне приходилось по делам, связанным с этой кончиной, бывать в университете у Лахтина и у ректора Тихомирова. Однажды, взбегая по пустым университетским лестницам, я чуть не налетел на спускающегося по этим лестницам сухого, зеленого, точно из пятого, точно выльтого из меди цирасского императора. Я кланяюсь. Вместо ответа вздергивается сухая бородка, откидывается назад голова, и я вижу шествующий мимо меня кадык профессорского горла. Перед этим в меня втыкаются мстительные, злые глазенки двумя оскорбительными укусами. И потом уже проносится зеленый, изможденный профиль с заострившим скаку трупоносом. Интонация этого прохода с незамечанием меня напоминает мне не проход генерала, измечающего пешки, а проход генералиссимуса с высоты триумфа, плюющего подлеца, которому он только что подписал приговор. И мне становится понятным подобного же рода проход мимо меня, гробу отца этого же профессора. Хотя я был удручен горем, и мне не было дела до интонации, однако я удивился, даже не сочувствующие мне, вовсе далекие профессора подходили и высказывали соболезнования мне и матери. А профессор Церасский, только что звавший в пивную интимно поговорить, клевом в меня шел грубо отца. Истинно латинское умение владеть гаммой своих выражений от шармера до плевателя. В этот год я делаюсь весьма наблюдательным, и уже целый ряд лиц живо проходят передо мною. Я очень люблю такого ласкового, рассеянного, черного, как жук, загорелого профессора Николая Егоровича Жуковского, которого очень любит отец мой, и который все придумывает какие-то летательные крылья. Когда бывало среди гостей появляется Николай Егорович, то лица всех точно просвещаются улыбкой, а он, помахивая руками, и поматывая чернобородовую головой, переваливаясь, идет мимо столовой в гостиную и заливается тонким смехом плачем своим, такой грузный, такой тяжелый, а плачет, как женщина, или заливается тонким распевочным ладом, громкой, даже пронзительной фразой своей. И знаете, взвизгивает женский в соотношении, ударение на слове соотношения, потом пауза, этом, глубочайшая пауза, находим уже настоящее причитание, придет и точно плачет квартиру, голос плачет, лицо же с прищуренными глазами сияет детскую улыбку. Анучин, маленький беленький старичок, лицо красное, нос огромен, лобик маленький, красный, в поперечных морщинках, как рачья шейка. Волосы дыбом, бородка с прожелтью, особенно под усами, глазки крошечные, хитренькие, голубые. Смотрит из-под лоби, всегда помалкивает, и у нас за столом сидит на углу, точно собираясь встать. Мне он с угла всегда делал тихие, незаметные знаки, меня интригующие, морщил лоб, но не страшно, и хватался за нос, за распухший, за красный. Основное впечатление от Дмитрия Николаевича — доброта, но не без сарказма, хитринки, осторожности. Доброта доминировала. Что доминировала именно доброта, я узнал уже поздней на себе. Дмитрий Николаевич, редактор русских ведомостей и профессор, принимавший от меня кандидатское сочинение, меня выручил во всех смыслах в минуту, когда другой дядя, спутник детства, меня окончательно утопил. Мстительно, со смаком. Топил, Эрнест Егорович Лейст спасал Дмитрий Николаевич Анучин. Я тем более благодарен последнему, что он резко, отрицательно относился к моей деятельности Андрея Белого, не только как профессор старого стиля, но и как представитель редакции меня уничтожавшей газеты. Дмитрий Николаевич выручил после того, как Лейст мне поставил два. Поставил же он два за то, что я им сбитый с толку, а он мстительно сбивал с толку, сказал в полном самозабвении, что вода кипит при нуле. Тогда вмешался Анучин, заставив меня рассказать ему мой билет, и спас. Природная доброта Дмитрия Николаевич победила в нем принципиальную оппозицию. Своего длиннобородого палача Лейста я помню с 1890 года уже. Он неизменно являлся в праздничные дни и поражал меня бородою, цилиндром, белым кашне и тем, с каким официальным, немного тупым почтением он передо мной расшаркивался и жал руку, точно он был боренькой, а я профессором Лейстом. Ребенком я удивлялся неуместной почтительности этого бородача, его немецкому акценту, и оголтел ему глуповатому виду, с которым он сидел на диване, не произнося ни слова. Другие говорили, а Лейст хлопал глазами и тряс бородой. Отец с детства внушил мне «Метеорология не наука, а сборник анекдотических фактов», и дразнил Лейст инженером Демчинским. Утого пусть неверная теория о влиянии лунных фас на погоду, а все ж попытка объяснить факты, уважен от этих попыток. Наслушавшись таких речей, метеорологию, я призрел, как призрел Лейст, заголтел ей вид из-за немотивированной официальной почтении ко мне ребенку. Знал ли я, что Лейст мой будущий фатум? Не спаси, а нучин я провалился бы, а провалился у меня не было бы терпения вторично проделать церемонию государственного экзамена. К Лейсту иконочную я ищу вернусь. Помню я и Рожебородова, добродушнейшего Александра Павловича Сабанеева, о нем, как о профессоре, ниже. В 1890 году он меня сильно интересовал тем, что терпел крестные муки от разбойника Марковникова. Разбойник Марковников гнал Тихого Александра Павловича из лаборатории. Александр Павлович плакался у нас на свои беды. Муки Александра Павловича менее интересовали меня, более всего интересовали проделки, откалываемые Марковниковым, и я внимал рассказам отца в культетских заседаниях, на которых ему, как декану, приходилось спасать то-то, вот-то другого от Столетова и Марковникова. Профессор Марковников, стародавняя гроза профессоров физико-химического отделения факультета и Минотавр, бегающие с ревом по коридорам лаборатории. Посадить на рога профессора Сабанеева в 90-х годах и профессора Зелинского в 900-х годах. В эпоху, когда я, студент лаборатории, его видывал в лаборатории, он был уже гром без молнии или вепрь без клыка. Вырыв клыка у Марковникова смерть профессора Столетова. Профессор Столетов и был клык, и не Марковников нападал, выгонял и бил копытом-ботиком, нагнув голову, а Столетов Марковников, вернее, Столетов, спускавший сцепи Марковникова, ибо Столетов нападал с толком, с чувством, с расстановкой, а Марковников нападал уже без толка и ломал клык, уступая территорию лаборатории Николаю Дмитриевичу Зелинскому. От нападений Столетова на заседаниях расстраивали сердца, случались истерики, профессора опускались в паническое бегство, а декан Бугаев проявлял чудеса ловкости. Спасти положение. Защитить обиженного от обидчиков так, чтобы не получить удара в грудь клыком Марковникова, и чтобы Марковников сам себе не сломал клыка, то есть, чтобы Столетов сам посадил Марковникова на цепь. При мне уже Марковников без клыка являл грустное зрелище красного апплексического старика в меховой шапке, выскакивающего из нетр коридора. Выскочит, постоит, сапит и спрячется. Глава скандалов Столетов, он охотник. Марковников, спускаемый с цепи, да простит мне знаменичший химик вульгарные уподобления, не пес, а кречет. Диада Марковников Столетов иногда становилась триадою Столетов Марковников Соколов, Соколов профессор физики. Триаде противополагался весь факультет, но иногда весь факультет обращался в бегство перед триадою, и декан Бугаев в длинной веренице лет так научился находиться в перманентном скандале, и с таким веселым юмором рассказывал за столом о факультетских побоищах, что побоищи меня перестали удивлять. Я думал, что факультетское заседание и есть побоище. Положение кончило смертью Столетова. Умер Столетов, притих Сколов, Зелинский выучился фортификации, и Марковников удалился в коридорное недро, из глубины которого изредка раздавались лишь его глухие истинания, их я и слышал. Знаменитый профессор Столетов, крупный физик, умница, чудак, экзаменационная гроза. Помню его, как в густом тумане. Я его видел строго молчащим в рое профессоров, выделялись другие фигуры, занимая воображение, и стушевывался образ Столетова. помню строгие глаза, очерк бороды, очки, не скажешь, что гроза, и что Илья муромец факультетских заседаний, но я знал, это весьма опасный атаман, весьма опасные тройки. Он устроил подобие Запорожской сечи в университетском государстве, и отец, коронный гетман, вынужден защищать факультет от походов вольницы, и потому-то неясные контуры Столетова выглядели как штиль перед ураганищем. Я знал, студенты идут к Столетову не экзаменоваться, а резаться, никакое знание, понимание не гарантирует от зареза. В программе экзаменов профессор настроит ряд ужасных засад, которые способны преодолеть смелость, а вовсе не знание. Вот вопросы профессора. Отчего блоха прыгать не может? Молчание? Двойка. Надо отвечать от абсолютно гладкой поверхности. Засада в каламбуре смешения слов. Отчего и от чего? Кто поймет от чего, в смысле почему, получит двойку. Еще вопрос. Что будет с градусником, если его выкинуть на мостовую с третьего этажа? Ответ разобьется двойка. Надо было анализировать состояние ртутного столба градусника, а не стеклофутляра, а тут каламбур, градусник, как стеклянный инструмент и градусник, как вместилищ ртути. Перед каждым экзаменом столетов сочинял новые каламбуры, меняя их, и посыпал билет перцем каламбура. Не знание предмета, а остроумие и умение смаковать каламбур решали вопрос пять или два. В странном методе экзаменовать сказывалось какое-то тихо, грозное юродство в умнице профессоре. У нас появлялся столетов прередко, вполне неожиданно, безо всякого дела, и не один, а в сопровождении неизвестного чудака, всегда нового, потом исчезающего бесследно. Приведенная столетовом к отцу странная личность развертывала веер юродств, а столетов бывал сидит, молчит и зорко наблюдает. Насладившись зрелищем изумления отца перед показанным ему чудачеством, профессор столетов удаляется надолго, и потом как снег на голову появляется с новым, никому неизвестным чудаком. Почему-то явление к столетову чудаков вызывало в нем всегда ту же мысль, надо бы с чудаком зайти к профессору Бугаеву. Факультетские истории, взметаемые Столетовым, сплетались в сплошную историю, без конца и начала. Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гонщих Марковникова и Соколова. И то я видел спасающегося в бегство Сабанеева в виде большого верблюда, то видел я Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы, то сам Умов в виде огромного пушистого овца быка пересекал поле зрения, за ними мчащийся лев Марковников или подкрадывающийся Столетов тигр. И отец возвращался с заседания оживленный, но нисколько не возмущенный. Защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал себя салфетку за обедом. А приняв меры к защите с добродушием, поперчивал суп и лукаво обтирал руки. Не без сочувствия к скандалистам он приговаривал «Да-с, что поделаешь, бедный Александр Павлович!» И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до мозга костей думал, что Александр Павлович космический овен, ужаленный Столетовым скорпионом, и мне думалось, не играли это в солдатике. Отец не ходил в театры, и потребность к зрелищу, может быть, изживалась в нем неожиданными сюжетами, подносимыми Столетовым. Позднее я увидел, что Столетов мифолог-режиссер, сочиняющий мистерии заседаний, так, как сочинял каламбуры или приводил к отцу чудаков. Потом я убедился, что к Столетову отец относился и как к драматургу, скрашивающему серые будни деловых засидов до геморроя. Он, как декан, возмущался Столетовым, а как зритель любовался его молодечеством. Об ученых заслугах Столетова он имел очень высокое мнение, а о заслугах Марковникова тоже. Об Александре Павловиче Сабанееве, тащимом в профессора Усовым и отцом, может быть, он был того же мнения, как Столетов, о приводимом к нам чудаке. Сабанеев был не столько почтенным ученым, сколько Амикус Эксмахина для ряда деятелей. Амикус Эксмахина, латинский «друг из машины», выражение построено по образцу употребительного «деус Эксмахина», «бог из машины», в значении «стороннее лицо», благоприятно влияющее на ход события, чудесный помощник, избавитель. Усов и папа похохатывали «чудак, Александр Павлович». Может быть, привод Столетовым к отцу чудаков означал символический разговор «ваш чудак Сабанеев и в подметке не годится вот этому чудачищу». Отец любил Столетова, любил Марковникова, и позднее я расслушивал выкрики с надсадой, прям-таки нежность по адресу Буянов, а Марковников со Столетовым опять заварили кашу. Может быть, на его языке это означало «Амерхольт задумал новую постановку преинтересно». После смерти Столетова не был на вкультете буянств, и отзывы отца о заседаниях стали небрежны, видно, ему на них стало скучно, то ли дело Столетовские времена. В течение девяностого года, а может быть и годом ранее, помню я приезд из Петербурга академика Имшинецкого, а также профессора Любимого и ботаника Бикетова. Петербургские гости обедали у нас. Имшинецкий с дочерью, бледной, болезненной барышнею, мне скорее понравился, благообразный, высокий, седой, приветливый, Любимов, маленький бритый с чиновной светскостью, он не понравился мне, и пленил Андрей Николаевич Бикетов, седейший, добрейший старик с длинными волосами, с большой бородою. В нем мне прозвучало что-то приветливо мягкое, нежное, очень спокойное. Как он сидел, головою откинувшись в кресло и длинные руки распластвывая на кресельных ручках, и как он поглядывал, все мне внушало доверие. Вокруг него я вертелся, и скоро уже у него меж коленей стоял, а он гладил меня и сердечно, и бережно, и посадил на колени, и я с них сходить не хотел. Так знакомству с поэтом Александром Блоком предшествовало знакомство с дедом его. Бикетов дед Блок. Вообще в этом сезоне обилие лиц внятно врезанных в память. Петр Михайлович Покровский, ученик отца, впоследствии профессор в Киеве, брат филолога М. Покровского. В этом году появлялся взволнованный и недовольный, он похож был на брата филолога, только черты лица резче, грубее, лица уже краснее. Казалось мне странным, что он, математик, как, например, Селиванов или Егоров, те тихие, а Петр Михайлович умный, живой завияка. Он спорил с отцом, он, привскакивая со стула, большими шагами шагал, критикуя порядки, физик П.В. Преображенский, Григорий Дмитриевич Волконский, Иван Николаевич Горожанкин и ряд других лиц передо мной проходили. Особенно памятна Гончарова, любимица, даже гордость отца, утверждавшего, некогда он заинтересовал Анну Сергеевну вопросами психологии, да так, что она, поехав в Париж и окончив Сорбонну, стала доктором философии, была лично знакома с Шарко, с Ришей, с Бутру, она первой из женщин зашла на Монблан. И после этого триумф явилась в Москву, часто бывала у нас. Она та самая, Гончарова, то есть из семьи жены Пушкина. И даже разглядывая портреты сестер Гончаровых, отчетливо можно было восстановить все черты фамильного сходства, взяв исходную точку и лицо сестры Натальи Николаевны, жены Дантеса. Те же гладкие темные волосы, те же на уши зачесанные, и та же, так сказать, носолобость, то есть отсутствие грани меж носом и лбом. Казалось, лицо бежит в нос, нос огромный у Анны Сергеевны, умный, хищный, глаза оживленные, темные, только она являла уродливейшую карикатуру даже не на Наталью Николаевну, а на некрасивую сестру ее. Это было бы ангелом красоты перед Анной Сергеевну. Редко я видел лицо некрасивей, спасала огромной одушевленности, брызжущей интеллектуальность. Являясь к нам, она часами умнейше трещала с отцом на труднейшие философские темы. Отец оживлялся, он очень ценил Гончарова. Когда-то он принимал живейшее участие в спешном образовании двоюродного брата А. С. Робкого Павла Николаевича Батюшкова, поступившего в университет и часто являвшегося к нам. П. Н. Внучок поэта Батюшкова. Ошибка белого. У Константина Батюшкова не было потомства. П. Н. Батюшков является потомком одного из братьев деда-поэта Льва Андреевича Батюшкова. Гончарова и Батюшков в начале девятьсотых годов отдались теософии. Пока же слова такого не было в лексиконе у Анны Сергеевны, но слово «психология» склонялось во всех падежах, и склонялось во всех падежах слово «гипнотизм». Анна Сергеевна была мне приятна умом и той ласковостью, с которой она относилась ко мне. Скоро она подарила мне в прекрасном переплете из царства пернатых профессора Кайгородова, и с той поры подымается во мне непрекращающиеся несколько лет увлечения птицами. Анна Сергеевна покровительствовала моему увлечению естествознанием и время от времени подарила за книгу посвященную царствам природы. Раз я был на детском вечере у Гончаровых и даже танцевал с очень хорошенькой племянницей Анны Сергеевны, дочерью сестры ее. Иван Алексеевич Каблуков Не помню, как возник передо мной ребенком Иван Алексеевич, как-то он тихо и вкратчиво завелся, появляясь у нас. Может быть, это случилось и позднее описываемого периода, но вместе с Павловым Цираским А.С. Гончаровой встает Каблуков. Постоянный посетитель симфонических собраний, премьер малого театра, юбилеев, выставок, посетитель всех квартир в Москве, считающихся почему-то интересными, появился он и у нас. Я его помню приват-доцентом, старательно одетым в светло-серых панталонах и с постоянно натянутой темно-коричневой перчаткой на левой руке. Ее он не снимал в комнате, а в праздничные дни вижу огромный черный цилиндр Ивана Алексеевича, с которым, если память не изменяет, он входил в комнаты. До его появления у нас я слышал о нем, и я его видывал. Он бывал ведь везде у щегляевых, танеевых, усовых, сабанеевых, строженок. У отца было какое-то особое свое отношение к Ивану Алексеевичу, точно они где-то когда-то в чем-то разошлись, что не хочет замазать отец. Иван Алексеевич такой ласковый, утонченно предупредительный, точно он не ученый, а светский угодник. Мое впечатление, Иван Алексеевич был более гостем матери, чем отца. Камлуков поражал меня огромнейшей головою своею, с вьющимися каштановыми волосами затылка и свечную лысиную. Поражал основательным туловищем, как бы ему соответственные ноги, он был бы гигантом, а ног-то и не было, были совсем коротышки. Росток небольшой напоминал приземистого, земляного тяжелого гнома, хотя ростом не гном, рост среднего. Ноги его по точному вымерению были короче, чем следует на две каблуковских головы. Принимая во внимание весьма большую тяжелую голову и бороду, не небольшую, укорочение ног поражало весьма. Думалось, не Ванька ли встанька он? Ванька-встанька, без ноги. В те годы он был каштановый, не седо серый, лицо бледноватое, а утиный нос сиял красноцой. Он не столь перепутывал звуки согласных и менее ронял слов, весьма скромно держался, ходил с перевальцем, такого церемонно достойного вида, сюртук был застегнут с принииской талии. Слишком изысканным для неизысканной вовсе фигуры виделся каблуковский сюртук. Было старание быть нескоманерным, пленительным, это не шло ему, ни цилиндр, ни перчатки никак не увязывались со сутиную походку, а красноносое гномье лицо не увязывалося с претензией быть кавалером при дамах. Иван Алексеевич подчеркивал тоном, ученые видят пленительность дамского личика и дамский наряд. Голову гордо закинув, прищурив кабани какие-то глазки свои, рот широкий раздвинув улыбкой, Иван Алексеевич переваливался, бывало, в концертах за дамами им услуги оказывали. Мать к нему обращалась свободно, как будто главнейшая функция его стоять у кассы, билет доставать, а не лекции читать. Иван Алексеевич, достаньте мне то-то и то-то. И он, предовольный возможностью новой услуги, подергивал красным носом и рот раздвигал, и с крежещущим, точно оржавленным голосом резко покрикивал, перетирая пальцы, отчего ж, возможно, билет доставался. Иван Алексеевич, став профессором сельскохозяйственного института, церемонно являлся к матери, и тем же заржавленным голосом торжественно приглашал мать в недра лаборатории к опытам, и, инсценируя точно предмноготысячной аудиторией, он сжимал моей матери воздух, путаясь в выборе гласных, согласных, научно он ей объяснял принципы замораживания. Ты что ж поняла? Я ни слова, а воздух такой голубой, как водица прозрачного озера. И мать с тетей и Катей покровительственно начинали смеяться, всегда повторялась такой он услужливый. Иван Алексеевич часто бывал у нас после смерти отца, появляясь на мои символические вечеринки в эпоху 1903-1906 годов. Общество декадентов и буйственность шума, пародий, инсценируемых Элисом, не смущали его. И мы не смущались нисколько явлением профессора, в стан декадентов ходил во все станы он. Появляясь, он позировал Элису, у Элиса был просто спорт передразнивать. Высмотрев модель, Элис к модели коварно подсаживался, покручивая усики, начинал с моделью серьезнейший разговор и высматривал позы и жесты. Так изучал он Иванова, Брюсова, профессора Хвостова, и Иван Алексеевич ему моделировал. Потом по московским гостинам зациркулировал бесподобнейший номер, разыгрываемый Элисом. Назывался же номер Иван Алексеевич Каблуков. Номер этот демонстрировался не раз. У меня, у Владимировых, у Шпета, Дальгеймов, у Щукиных, Мэтнеров, Астровых, у Христофоровой, в бедном номере Дона, где жил автор инсценировки. Потом даже Элиса приглашали вполне незнакомые люди на номера Каблуков или лекция Хвостова или реферат Вячеслава Иванова. Большинство анекдотов опутаницы слов и букв Каблукова, спеш-классических, имеют источником не Каблукова, а импровизацию Элиса. Импровизировал он на основании скрупулезнейшего изучения модели, и шарж его был реален в своей художественности. Я утверждаю, знаменитая Каблуковская фраза не принадлежит профессору. Знаменитый химик Лавуазье я, то есть не я совсем не то, делал опыты «колба» лопа колбнула и кусочек глаза попал в стекло, вместо «колба» лопнула и кусочек стекла попал в глаз. Выражение совсем не то, и я, то есть не я обычные словечки Каблукова. Это фраза цитата из блестящей импровизации Элиса, как и приписываемая Каблукову «Мендельшуткин» вместо «Менделеев и Меньшуткин». Тор цитата из той же пародии. Элиса из Каблукова создал миф, повторяемый в наши дни, как сделан миф из лекции Хвостова о свободе воли, которую прочитал во всех домах Москвы до объявления Хвостовым. Лекции этой в психологическом обществе лет через семь, когда Элиса и дух простыл. Помнящие блестящий мир Элисы и бывшие в психологическом обществе выходили из зала заседания, не умея сдержать смеха, потому что Хвостов в блаженном невидении о пародии на него лекций, о свободе воли своей лишь повторял пародию Элиса. Настолько Элис шаржировал в духе им досконально изученного подлинника. В девяностых годах приват доцент Каблуков еще не вполне стал профессором Каблуковым девятисотых годов. Он был молчаливый, подтянутый, чопорний, развивая предупредительную элегантность. По мере того, как старел и важнел Каблуков, расплывался он как-то, перчатка исчезла, сюртук расстегнулся, от цилиндра же не осталось помина. Промятые широкополые черные шляпы на нем появилась и ширококрылая крылатка, в которой, покачиваясь, на улице точно барахтался. Каблуков утолщался, серел, становясь все приземистей, нос пылал с откровенную яркостью и выгибались ноги, голова же сидеющая пристепенно откидывалась, губы сжались и выпятились, точно кислые что-то отведало. Он приобрел теперь вид настоящей брюзги и немного неряхи. Являясь в гости, уже не держался у стенки, не вскакивал предупредительнейше пред дамою, чтобы стул предоставить ей, перегибая талию его стянувшего сюртука. Появляясь в дверях настоящей брюзгою, без талии, с явно болтающимися полами незастегнутого сюртука, переваливаясь и, не глядя направо-налево, шел прямо он в кресло, чтобы в нем распластаться, капризно играя пенснея и дугой выгнув ноги, он не так уже вслушивался в громкий говор застольных речей, не прицеливался к разговору, как прежде, чтобы вставить с волнением слово в него. Севший в кресло, совсем не прислушавшись к речи, которую перебивал он довольно некстати, пререзко, прегромко высказывал мнение свое о вопросе, в который часто и не был совсем посвящен. В девяностых годах соглашается ласково со стариками, порой принимая журьбу их, теперь в девятьсотых годах сам журил он неласково и придирался, прочитывая несвоевременные наставления. Первый образ его связан мне с посещением журфиксов родителей, второй с посещением моих воскресений, где собиралась молодежь, художники, литераторы, поэты, критики. В этот период в нем расковалась пристранная речь, и он потерял способность произнести внятно простую фразу, впадая в психологические, звуковые и этимологические чудовищности, которыми он обессмертил себя в Москве. и, желая произнести сочетание слов «химия» и «физика», произносил «химика» и «физия», и тут же спохватываясь «совсем не то», начинал разъяснять новыми чудовищностями, в которых «я», то есть «совсем не я», фигурировало то и дело. В Иване Алексеичи много было беззлобного, вполне добродушного. Вот ж кто не мог внушить никому страха, за исключением Каблукова, ассистента на экзаменах. Тот внушал страх. Его обильные щипки, нотации, им читаемые молодежи, вызывали веселый, дружный, добродушный смех. Он не обижался нисколько, продолжал назидание. Нападение его на нас не походило, но нападение коршун на кур. Скорее напоминал он увязавшуюся за курами одинокую, дотошно крякающую утку. Есть утки такие, привяжутся к курам и ходят и ходят и ходят за ними и дергают хвостиком и крякают, да расщипаться пытаются уточные носы не опасны. И кряком и закидами головищей и перевальцем Иван Алексеевич в эти годы напоминал мне стареющего, одинокого, безуточного селезня. Оттого-то он всюду сидел, сидел и крякал, перетряхивая пенсне, посаженные на кончик носа, он не держался. Я любил добродушное появление Ивана Алексеевича, не вполне понимая, почему он бывает на воскресеньях, а не просто делает визит матери, когда у нас в доме нет недостойной публики, которая мишень насмешек всех бульварных газет. а ему что-то нужно было. При нем музицировали, читали дикадентские стихи. Иван Алексеевич сидел, слушал, молчал, ни на кого не глядя, и вдруг, обрывая шум, перекрякивая его некстати, изрекал важную, по его мнению, культурную истину, ни капли не относящуюся к химии, вроде «Вопрос об отделении государства от церкви немаловажа». Я глядывал Астрова, Рачинского или кого-нибудь из церковных спецов, посещавших меня в те годы, радуясь, что просветил наше сознание этой Америкой им для нас принесенной. И все же он вслушивался в то, что кругом говорилось. И именно тогда, когда делал вид, что не слушает, в нем жили какие-то внутренние потребности вне науки, которые он не вполне себе сформулировал. Он по-своему тянулся к проблемам культуры, и этим объясняется появление его всюду. Очень любил он музыку. Впечатление об Иване Алексеичи, впечатление о добром, порядочном человеке, старающемся заглянуть за пределы ему отвоенного в науке места. Смешные стороны в нем подчеркнувшиеся вызывали улыбку, беззлобную и необидную для профессора, потому что она не задевала уважение, которое он нам внушал. Прощание с Демьяновым Лето в Демьянове последнее детское лето. Оно мне звучит по-особенному. Я прощаюсь с прудами, с полями, с аллеями, уже не подернутыми романтической дымкой. Я знаю, мы больше сюда не вернемся. Открылись и крупные расхождения между Танеевыми и родителями. Переменились обитатели. Нет Феоктистовых, Трувеллеров, Перфильевых. Веры Владыкиной нет, нет и Бутлер. Исчез образ Джаншиева, и Сергей Иванович, композитор, уже не мелькает в аллеях. Живут Сыроечковские, семейство инспектора 4-й гимназии, с Борей, Володей и Женей Сыроечковскими, я играю в индейцы. Живут Аппелероты, два брата, Владимир Германович, веселый, рожебородый филолог, которого любят за лихость, за декламацию и каламбуры. Брюсов сердечно его поминает в своих дневниках как прекрасного преподавателя латыни в гимназии Поливанова. Он скоро умер. А брат его, Герман Германович, математик, ученик отца, будущий профессор, притихий, придобрый, в очках, совсем лысенький, партнер отца по кракету против Сыроечковского и Владимира Германовича. Эта четверка все лето сражалась в кракет, математики против филологов. Вот Дмитрий Дмитриевич Галанин, бродастый, очкастый, умнейший учитель, гуляет в аллеях. Семейство Эртелей, друзей Танеевых переполняет весь парк громким смехом студентика, Мишеньки, пение Марии Александровны, развощекой дородной девицы, одетой всегда в сарафан с черной толстой косою. Старушка их мать очень добрая и очень громкая, тут проживают гауссманы и тут проживают лопатины. Старичок, отец Левушки, козлоподобного ангела, Михаил Николаевич Лопатин, почтенный судеец, весьма мне приятен. Жена его Эктина Львовна, рожденная Чебышева, сестра математика, явно мирволит мне. Не так, как сынок. Лев Михайлович, приват-доцент, здесь заканчивающий диссертацию положительные задачи философии, его и не видно. Ему приезжает Владимир Соловьев. Мы подглядывали, веселясь, как в поля на заре продвигается медленно четверка лопатиных. Шли точно выровненные стройные линии, глядя в спины друг к другу. Каждый член дома весьма отстоял от других, не менее, чем на двадцать шагов. Дистанция эта не нарушалась ничем. Впереди, заложив руки за спину, мерно, торжественно, старый попа вел мама, подняв голову, точно, гусак, выбирающий путь гусенятам, гусыни. И в двадцати шагах также торжественно, мерная, седая, сухая, морщинистая, но прямая, как палка, мама продвигалась, блистая на солнце очками, вперившимися в спину попа. Она зонтиком, точно острейшей пикой, нацеливалась на песочек дорожки, перед тем, как им ткнуть. За мама, ей уставившись в спину, блистая такими золотыми очками, и также отставши на двадцать шагов, шел философ-сынок, вздернув голову, совсем как мама, но в штанах, в прибородке, старался не озираться. Характера, не удерживая, все же озирался на псов. Перед маленьким песиком крупный философ готов был присевший на корточке громко взорать от испуга, пока прибежавшие дачники его не выручат. И уж за ним, в отстоянии том же, походку той же бледная барышня шла вперед, вытянувшись и нацеливаясь своей тростью в песочек, Екатерина Михайловна, дочка. Выйдя в поле и став на бугре, престарелый попа снимал шляпу, рукой заслоняясь от света любуюсь закатом, и став в отстоянии друг от друга на двадцать шагов любовались закатом. Мама, сын и дочка на полубугре, под бугром при болоте. Папа, поворачиваясь, и той уже дорогою домой возвращаясь, встречался с мамой, пройдя десять обратных шагов. А мама, отсчитав после встречи свое расстояние, круто повертывалась у той самой кочки, где и папа повернулся, повертывались Лев Михайлович, Екатерина Михайловна там же не нарушала сравнение плац-парада вечернего. И выбегали смотреть изо всех дач, обсуждая порядок глубоко безмолвных прогулок до полевого бугра и обратно. С мамой я дружил. Мадемуазель заводила на дачу лопатинах, сиживали, пили чай, Лев Михайлович прятался, над потолком топотал ногами, он бегал и взад, и вперед, когда обдумывал. Обдумав, строчил. Ночи, дни, уже вечерами, идя мимо дачи лопатинах, видели свет во втором этаже, что распущено, тень, бородатая, дико металась на шторе, философ лопатин сражался с философом рилем. Содержание второго тома с чиней лопатина. Указывали на беспокойно страдавшую тень, говорили, а вон, Лев Михайлович, все философствует он. Когда ночь выдавалась, и тени деревьев казались особенно жуткими, то молодежь, подступая к окну, принимала скричать, Лев Михайлович, а Лев Михайлович! Бедная бородатая тень останавливалась за шторой, молчала, ее вызывали. Взлетала стремительно штора, и бородою бросаяся в ночь из окна, превращенной из тени в живую персону, как филин заухавший, страждущий любомудро отзывался, хо-хо, господа, что такое гулять? Не могу, не могу, я работаю, чудная ночь, не могу. Начиналось соупорное приставание хором до мига, когда свет в окне угасал, а внизу отворялась и дверь, и показывалась оголтелая, маленькая, гладенькая какая-то овечья головка, растеряна, протаращенная бородою в ночь. И мгновенно подхваченной под руки, справа и слева, смеющейся молодежью, философ насильно влачился по парку, по самым дремучим и жутким местам, где крестьяне и няньки встречали тень старого самоубийца. Философ дрожал, похохатывая, как плотва между рук, наслаждаяся собственным страхом и пуще пугаяся. Молодежь под предлогом прогулки с коварной целью таскала его между складками черных теней и луной озаренных берез. Лев Михайлович перепугавшись, испытывал поэтическое вдохновение рассказчика страшных рассказов, которые он в годах собирал, так уверившись, что он напуган, к нему приставали «Рассказывайте что-нибудь да страшнее!» и увлекали его к нам на дачу. В громаднейшем зале, ненужном совсем, мать поставила свой инструмент, превратив залу в клуб. С утра и до ночи здесь музицировали, вечерами же пели здесь хором, сюда и тащили Лопатина. Здесь его усадив на диван и обсев, щелкали орехами, слушая дикие страхи. Лопатин взволнованный, с неподражаемой силой чувства мял ручки, испуганно похохатывая и выпучивая зеленоватые овечьи глаза и глаза на выкате, дверь, руки терлись, а борода так и прыгала. Дверь отворилась и эткая, знаете, странная, весьма неприятная, он косился на дверь, до уновения пронеслось, а в ответ дружный хохот. Уже после, ведомый домой через парк, переживал муки страх, он, а фонарек ему данный плясал в его пальцах. Рассказывали, один раз привели его к нам вместе с другом, приехавшим навестить его, Владимиром Соловьевым, которого прежде видел я у нас и у староженок. На этот раз я не видел его. Уложили в кровать, говорят, Лев Михайлович подмигивал на Соловьева. Его попросите хо-хо рассказать что-нибудь, говорят, что он видит какую-то хо-хо тень розовую. И в ответ Соловьев, бородатый, косматый, заржал, как ребенок, от смеха и даже качаясь туловищем, сапогами, по полу стучал. Так смешны показались подмиги лопатина. Та клубная комната неисчерпаемый источник восторгов. Почти каждый вечер брат Льва Михайловича, Николай Михайлович, мировой судья, собиратель народных песен, их пел своим сиплым, надорванным, грубоватым голосом. Пел превосходно. А Эртель невеста его аккомпанировала часами. В постельке же я замирал песни слушай. Николай Михайлович был полной противоположностью Льва Михайловича. Мужественный, сдержанный, брюнет, с сиплым басом он попивал. Ходил угрюмый и мрачный, хотя в женихах состоял. Скоро умер он. Демьянова промелькнула сном светлым и быстрым. Со мною была мадемуазель, верный друг. А когда переехали в город, отец мой, однажды встав рано, сказал, ну, Боренька, одевайся, голубчик мой. Мы к Льву Ивановичу Поливанову, я вчера с ним беседовал, и он нас ждет, тебя проэкзаменуют и прочие там. Я нарочно вчера ничего не сказал, чтоб не волновался ты. Курс уже пройден, и, стало быть, какая же подготовка к приемному испытанию. Так совершила судьба, и я стал Поливановцем. судьба.